Добрый день, дорогие друзья! Два часа по европейскому времени, четыре часа по московскому. Рад всех приветствовать от имени Российского Центра Науки и Культуры в Копенгагене. Но прежде всего хотел дать старт нашей с вами Zoom-онлайн конференции, поблагодарить своих партнеров. Это прежде всего русская культурная миссия в Дании, это Датско-Российская Ассоциация, с кем мы долгие годы и плодотворно очень работаем, а также моих друзей-партнеров из Российского Центра Науки и Культуры в Париже Константина Михайловича Волкова, я вижу его, он с нами рядом, и нашу Дарью Алексеевну Кушкову Российский Центр Науки и Культуры в Риме, которые любезно предоставили своих спикеров, и, соответственно, мы делаем эту конференцию более широкого охвата в плане географии. Ну, прежде всего, конференция, как мы с вами знаем из программы, называется «Вызовы нового десятилетия пандемии и эпидемии». Инновационные подходы к профилактике и борьбе с распространением новых вирусных и бактериальных инфекций, ну и, соответственно, социальные последствия всего этого процесса. Почему сегодня? Ну, прежде всего, всех с Днем Российской Науки. А, вот этот, Марк. Мы всегда отмечаем, проводим тематические конференции, но сегодня, я думаю, никакую другую конференцию не было смысла проводить, кроме одной. Эта конференция называется «Посвященная борьбе с пандемией COVID-19». Все научные умы, все лучшие специалисты нашей планеты бросили свои усилия для разработки вакцин, выработки новых методических подходов, чтобы создать группы препаратов противовирусных. Я знаю, что и российские достаточно специалисты много потратили на это усилий. Кто-то использует более современные методики, кто-то базирует, так сказать, свои знания прошлых успехов той же аденовирусной инфекции и дополняет их новыми технологиями, биоинженерии. Но так или иначе, все мы работаем на одно целое для того, чтобы помочь мировому сообществу выйти из этой достаточно затянувшейся непростой ситуации. Ну и, конечно, мы решили поэтому в День Российской Науки провести вот такую масштабную конференцию, которая будет представлена специалистами как из России, так и из других стран, Франции, Италии. Есть у нас как государственный сектор, люди, которые работают в государственных учреждениях, так и люди, которые представляют общественные организации, что я считаю абсолютно правильным, поскольку мы должны видеть все спектры, все срезы общества, в том числе НПО, НКО, все те направления, которые в этой проблеме, естественно, разбираются. Ну а самый главный критерий, он один, работать должны в этом направлении специалисты, как я подчеркиваю, эксперты, а не люди, которые просто, ну, в общем-то, могут, конечно, высказывать свое мнение, но для нас сейчас важно вот в День Науки послушать именно наших ученых-мужей и специалистов, кто мог бы более подробно осветить нам с вами эту работу. Я бы хотел перейти уже, в принципе, к первому докладу, не буду сильно задерживать свою вступительную речь у собравшихся уважаемых коллег. Первый стоит у нас по очереди Владимир Петрович Чуланов, доктор медицинских наук. Владимир Петрович является главным внештатным специалистом Минздрава Российской Федерации по инфекционным болезням, заместитель директора по научной работе, инновационному развитию, научного медицинского центра в тизиопальмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Владимир Петрович, вы нас слышите? Здравствуйте, можете подключиться. Вам слово. Добрый день. The first speaker is Vladimir Чуланов. Good day. I hope that everyone can hear me. There are technical issues around the sound. I hope that everyone can hear me. The sound will remain as good as it can. Good day, dear colleagues. Thank you very much for the representation. I will cover the situation of COVID-19 in the Russian Federation. Later on, we will go on the epidemiology of the COVID-19 situation in the Russian Federation, but I will be short about it. And I will cover what sort of measurements we're taking into the Russian Federation in relation to the COVID-19. We will start to share the screen of presentation now. Thank you very much for the time. Thank you. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Коллеги говорят, что подключено. Прошу еще раз попробовать. 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 Прошу еще раз коллеги добрый день. Прошу еще раз попробовать. 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 Продолжение следует... 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 Это позволило, в едином ключе, организовать работу по лечению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Первая версия, как вы видите, была создана на 29 августа, здесь вы видите, как у нас появились различные медицины для коронавируса. Здесь вы видите, что вы видите, что вы видите, что это из-за заболевания под COVID-19 в Российской Федерации. Продолжение следует. Мы видим, что в последнее время COVID-19 было только 15% из всех случаев. Продолжение следует... 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 или таргетных препаратов из группы ингибиторов интерлейкина-6, интерлейкина-1 и вот в последних рекомендациях интерлейкина-17. Также использовались и препараты на более ранних стадиях. И второе направление – это антистромботические препараты, как нам хорошо известны в лечении COVID-19. Все пациенты поступающие в стационаре, все пациенты поступающие в стационаре… All the patients that were hospitalized were treated with гипарин. And with other forms of COVID-19, among the patients were taking other sorts of medication. And with that, there were also taken the use of the blood plasma for the hospitalized patients. ...в российских клиниках. Очень важным разделом методических рекомендаций, временно-технической рекомендации, был раздел и является раздел, посвященный основным принципам терапии неотложных состояний, где детально описаны аспекты инфузионной терапии, и также аспекты респираторной поддержки, как неинвазивной, так и инвазивной ВЛ, и в крайне тяжелых случаях использование экстракрапоральной мембранной оксигенации. Специal category of the patients, according to the recommendations, methodological recommendations, there are several groups с большим риском с COVID-19, such as patients with diabetes, heart disease, and others. In the Russian Federation, there were several medications, such as Irrikin, The key direction is the lab diagnostics of the COVID-19 in Russia. There are more than 800 different labs all around the state. And there are 200 different sources of testing of COVID. On a daily basis, there are more than 400,000 testing for COVID-19 in Russia. There are two different vaccines against COVID-19 in Russia. First of them is a vector vaccine. And the second one is a vector vaccine. That would develop more in classic form, in classic way. From the first days, there were many fundamental scientific researchers, with the different directions. And the second one is a vector vaccine. Thank you for your attention. Thank you very much for your report. The next speaker will be from France. But first, the word goes to the director of the Russian Center of Science and Culture in Paris. And he will introduce the speaker more detailed. Thank you. Good day, dear colleagues. From France, I would thank the Russian Center in Copenhagen for such initiative. And today, especially for the Day of Science in Russia, it's very important to have such a discussion. Today's conference opened up a series of different discussions of different conferences. from the Russian centers all over Europe. It's very important that today we discuss scientific view and expertise, opinion, on the COVID-19. And now we'll talk with Professor Filippo Letty. Who is located in the center of the problematic in France. And highly respected expert. The chairman of ABIVAX. The chairman of ABIVAX. The chairman of ABIVAX. ABIVAX is a member of the American Center of Science and Culture in France. An amazing company from the Western European Center of Science and Culture in France. The founder of ABIVAX is a member of the Spanish Center of Science and Culture in France. успешно финансирует во Франции и Европе наиболее многие обещающие инновации в сфере науки и информационных технологий. Магистрскую диссертацию он защитил в Пастеровском институте. Политер диссертацию в Пастеровском институте. Приколепередактор из Франции. There are several other specialists who are deeply interested in the subject. Moreover, there will be also French doctors. So the floor is open to Ophelia Poupolisi. Продолжение следует... 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 against vaccines because there is a low level of scientific education, of medical education and in the past when there were vaccines like hepatitis B vaccine, papillomavirus vaccines, which provides a major benefit, scientific and medical benefit, well sometimes you had a side effect which was not attributed to the vaccines, but where the media said, oh this person got this disease and he was also vaccinated so the vaccine is toxic and that has been extremely detrimental to the receptivity of the general public to novel vaccines and there is a certain reaction of the population of negative reaction to any vaccine such an afrilactic reaction by the way can be most of the time very easily treated. So education is the key to acceptance of vaccine. But if I had been Minister of Health in France, and of course it's always easier to say that's what you should do, I would have made vaccination mandatory for elderly and for high-risk patients because you cannot ask his opinion to patients or their family to say, we'd like you to think about it, should you get the vaccine or not, because the consequences of refusal to get a vaccine by these people means detrimental health for themselves, but also high-risk for their parents, for their siblings, for people in the street. So why didn't the government make that mandatory? Two reasons. Why? One, being a little shy of, gee, if I make that mandatory, and one day there is a judge saying that there was an adverse event related to mandatory vaccine, as a politician, as a former minister, could I be in court penalized by this decision? So politicians do not always have the courage of saying, when you are in a war, you need to make decisions. Second reason was that there was not enough supply of vaccines in any event. So if the vaccine would have been made mandatory for elderly and high-risk group in any event, things would not have gone much faster. I still believe that in the future, governments will make vaccines mandatory for certain high-risk groups, because you'll always have people resistant to vaccination, and our healthcare system and our society cannot afford many people to say, no, I don't want to be a vaccine, if we think as a society that vaccine is for the best of everyone. So I think we'll see mandatory approaches, especially when there are enough supplies. The other reason of the low rate of vaccination in France certainly are the fact, and you already discussed that, that Europe was a little slow in saying, we need to negotiate now the orders, like the U.S. did early, like the U.K., thanks to Brexit, it's the only positive thing I would say about Brexit, would say, well, we are free to go and negotiate our vaccine supply independently of Europe. So I wish Europe would have been a little proactive, but all over the COVID history in the last year, Europe was a little slow. We didn't have one European scientific committee, like there was in the U.S., which collectively for Europe could dictate the guidelines of new diagnostic tests, new vaccines, new treatment Europe would need. We cannot say that the European Bank of Investment was extremely proactive to identify companies which would need financial support to speed up their R&D. In fact, European Bank of Investment was more like, well, this is the human resources I have today. I have too many requests, too many projects. Sorry, we cannot deal with all of these requests from biotech companies all over Europe. There was also the lesson that for clinical trials, it is abnormal to have to deal with the French regulatory, with the German, with the Spanish, with the Italian, with the Belgian, each one at a time to start a clinical trial in Europe. In the U.S., FBS says you can do your trial, you do it all over Europe. Why would a company need the opinion of each regulatory agency for each European country before saying we start the trial? This is a waste of energy. In France, as you may know, under the proof of the pre-normal point of the French government, there are a number of pharmaceutical suppliers. And in France, there are a number of pharmaceutical companies that work with the development of vaccine vaccines. So a company like Deltan, like Deltan, like Deltan, will work with Pfizer-Moderna. They will work with Pfizer-Moderna to improve the production of vaccines. They will start in March for Deltan and in May for Faridah. And Sanofi will also put its manufacturing facilities of Mayans in Germany to work for the Pfizer-Moderna. And of course, we will be very interested to know more about the manufacturing data, the quality assurance data, but at the head of Truffle Capital, I'm saying if you'd like to talk about how we could cooperate to make the Sputnik V vaccine also a European or international vaccine. It's very important to talk about how we can make the Sputnik V vaccine as well as the rest of the rest of the world. Let me now speak to treatment. For many viral diseases, there is no vaccine, like HIV, cytomegalovirus, hepatitis C virus, herpes virus. Despite that, treatment, drugs which will decrease replication over the virus or which will decrease the consequences on the patients of viral infection treatment have been extremely efficient. For HIV, if patients do not die anymore, very rarely, it's because drugs have been developed to treat HIV-positive patients. The same for hepatitis C. Despite that, there was less efforts on developing treatment. There was also, of course, a lot of false claims from very small early studies saying, oh, there is a miracle drug, hydroxychloroquine, who is going to treat patients and so on. And unfortunately, these claims were very damaging to the clinical development of new symptoms. But, yes, we do have treatment, and instead of Amitax, which has been working on... in the possible way, they are almost all the same, in the same way, to the hospital care of COVID-19. И со стороны Амитакс мы сейчас проводим большие клинические исследования. Я все равно очень оптимистически настроена на то, что мы сможем найти новые пути лечения. Кандидаты исследования работают на несколько различных реакций. Пациенты с летальным исходом ковида имеют определенную реакцию между заражением легких, которые мы можем сейчас отслеживать, и понять, как именно можно это предостановить. На ранних стадиях. ...вот элемент of the inflammatory reaction, which involves many cytokines и many sales of the immune and inflammatory system. Так что вы должны быть able to treat as early as possible, following диагнозы COVID-19, чтобы вы не избавляете преимущество этой реакции инфляционной реакции и факт, что в некоторых пациентах вы превратите в реакцию революционного дистриста. Вы должны быть able... Что очень важно, нужно найти пути, как предотвратить последствия после короны, после перенесения COVID-19. Где медикаменты будут очень... ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ И сейчас мы уже наблюдаем довольно хорошие результаты и тех исследований, которые мы проводим. Однако, мы точно не можем утверждать, что он точно работает с COVID-19, с другими вирусными инфекциями, с которыми вирусными инфекциями. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ Сейчас мы проводим плацебо-исследование. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ это очень просто, очень полезно, что это сделать в первых конечныхulent неиспроф젏� в порядке. Это просто достатина. ДИНАМИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ ИМЕЛИЗАЦИИ АВИВАКС We will be in a position to very rapidly scale up manufacturing. In fact, we have started to scale up manufacturing with several subcontractors so that we should be able in 2021 to manufacture several million doses if the results of the trial are positive and possibly tens of millions of doses later on at a very reasonable cost of good. So despite the fact that we are very prudent on potential efficacy or no efficacy of the drug, we have decided with the support of the French government of a BPI, CGI, which is the largest financial grant to a small biotech company, 36 million euros, to scale up manufacturing before the results of the trial. So that if the trial is positive, we could see regulatory approval by June or July and get emergency approval in Europe and other countries by Q3 of 2021. Of course, ABX 464 is not only the drug candidate and it's very good, multiple biotech companies are working on monoclonal antibodies, polyclone antibodies, other viral products, repositioning of existing drugs which are approved for other indication but which might have an antiviral effect. Now, for example, Farnext is a company working on repositioning of existing drugs and collectively with this world effort, we'll have not only vaccines but treatment. For treatment, as I said in the beginning, the benefit risk profile is very different than for a vaccine. For a vaccine, you need very high safety and vaccinate 40, 50, 60% of the world population, especially the high-risk patients. For a treatment, you have to treat 0.1% or maximum 1% of this number while the patient will be positive with the viral infection. So, my personal dream as a citizen is that no one will ever need the ABX 464 from Abivax or other treatment because vaccines will be fully effective, distributed, and the virus disappears. But realistically, I'm saying that yes, collectively, we have to work very hard on both vaccines and treatment. So, I'd like to stop here and answer your questions but finish again to say to my colleagues on this call, would you want to talk on collaborations either on ABX 464, on the trial or manufacturing or supply, or on Sputnik V and how we could make it faster, quicker, a vaccine which is available in Europe and elsewhere at your disposal. Thank you very much, and now I would address the colleagues from the Ministry of Health in Russia if they have any questions to work. Thank you very much. Please, Philip, I'm ready to answer your questions. Or, if someone wants to group it in a chat, or make it in a chat? Please, Philip, I'm ready to answer your questions. Please, I hear you? Hello? Yes, yes, please, Olivier. Olivier. Olivier, thank you for your invitation. I think it's very important to focus your conference on Sputnik because time is precious. I'm not a scientist. I'm an orthopedist surgeon for children and adolescents, but for me, the Sputnik vaccine is really a gift, an opportunity for the world. Because it's one of the most effective, less expensive, and easier to use. Start in a simple fridge and use everywhere, if I understand well, especially by general practitioners. 91% effectiveness is really extraordinary. The few side effects are very interesting. And I have to say that Europe should be able to use this Sputnik as quickly as possible, especially in this period of shortage. I think the new RNA message of vaccines are probably very promising for many diseases, but the condition of manufacture and use are an obstacle for mass vaccination, as in France and everywhere. All, for me, all weapons are good to take, and Russia is giving us really, I think, a gift. Really, I think we want a real close collaboration between Russia and Europe, and in particular France. It's imperative. This collaboration effectively exists in the conquest of space, and Sputnik is much more than an historical symbol. We have a common history for centuries, and a special affection between our peoples, with an obvious sharing in the fields of arts and literature. Health is a privileged area, which can be a really base for a common home. This collaboration is imperative at all levels. Preferential common market for products and services. The exchange of medical students forgetting the language barrier, but also sharing knowledge and information. In particular, and I think it's very important for this pandemic, with a common alert unit for new disease that can emerge anywhere and anytime. Thank you. Thank you. For me, again, I'm not a scientist, but it's my talk for you. And thank you for that. Maybe if I can add a word, and I'll take care with what Olivier Ben-Long said. But we have to remember... Thank you very much, Olivier. Colleagues, if you have any questions, not to disturb the line of the conference, you can form a written inquiry and change emails and find some sources of communication and collaboration. between our states. In relation to vaccination, first of all. And the next speaker. This is a speaker from Italy, and Dara Puskova is the director of the Russian Center of Science and Culture in Rome. And I would like to thank my colleagues in Denmark and in France for organizing this wonderful international conference. And obviously, we in Italy couldn't stay away from this discussion as Italy was the first country to be hit by the epidemics and one of the worst hit worldwide. The situation now is far from being ideal. We're still averaging at 12,000 new cases every day, and from roughly 300 to 500 COVID-related deaths daily. Italy has suffered from one of the highest, if not the highest fatality rates on the continent. If not the highest. And although the country is trying to reopen now, it is still a very slow, and I would even say that Italy has suffered from one of the highest fatality rates on the continent. It is a painful process. Many travel restrictions remain in place. People are still obliged to wear masks indoors and outdoors. There's a national 10 p.m. curfew, limits on public transport, and other social distancing norms aimed at preventing the health system from collapsing. But I would probably stop here and pass the word to our specialist in Italy, who would be able to tell you much more on the subject. And just briefly, I would like to present our guest today, Dr. Andrea Silenzi, who has a PhD in public health and biomedical sciences from the Universita Catolica del Sacro Cuore in Rome, and is a specialist in hygiene and preventive medicine since 2015. The Russian Center for Science and Culture has been happy. It's been a long friendship. We know each other from 2014, as Dr. Silenzi was one of the first members of our program, New Generation, which sees professionals, young professionals internationally travel to Russia and expand their professional experiences. Ever since, Dr. Silenzi has been growing professionally, and right now he is, among other activities, obviously, he is public health consultant for the Italian National Institute of Health. Dr. Silenzi, grazie per essere qua. Thank you very much, Dr. Puscova. It's always a pleasure to be here. Thank you for having me in this important meeting. I prepare some slides. I see that someone from, I think, the Russian side to allow me to share my screen. If it's possible. We can do it, yes? We can do it, yes? We can do it, yeah? We are working. All right, yes? Andrey is trying to show you some slides. We can give you some slides, please. He says that for this reason he needs permis. Да, пожалуйста, дайте разрешение, чтобы презентация вышла на экран. Может, если не возможно позволить мне поделиться, я могу отправить презентацию по телефону. Попробуйте сейчас, может быть. Нет. Может, попробуйте сейчас. Нет. Не yet. Предлагает отправить кому-нибудь по e-mail, если надо. I have a message to the Organizatore a disabilitato la condivisione. So I think it's the one way to ensure… Опять же, администратор говорит, что есть уже… О, окей, но… Сейчас я могу. Сейчас я могу. Сейчас я могу. Вы можете сейчас увидеть мой экран? Да. Очень хорошо. Повторно. Повторно. Спасибо снова за приглашение и за меня в этом интересном встрече. Так что, как сказал Dr. Пуско, я работаю как консультантом для… О, окей. 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 Во-первых, Ministry of Health is in charge of national planning and monitoring of the respect of essential health care provided by every region. С January 31, 2020, Italy has enforced a National Scientific Board supporting the decision of the Ministry of Health and the whole government. Департамент Сибири Департамент, президент Канцис, в связи с координацией от некоторых активностей, both национально и национально уровне, поддерживающих Регионал НССР. Это ситуация сейчас, в нашем стране. У нас есть более чем 2,6 миллиона confirmed случаев. Регионал НССР probably account for more than 10 миллионов, according to the estimates, based on zero surveys, and we have roughly 90,000 deaths at the moment. So, we are extremely, extremely impacted by the pandemic. And it's really interesting to say, I come back to this slide, because as I said, the first wave of the pandemic was quite concentrated in a part of Northern Italy. So, that's why also our case fatality rate is different from the other countries, which we can compare in Europe, at least, because in March of 2020, Lombardy, Veneto, and Emilia-Romagna were facing, I can say, not very well prepared for this pandemic. And after a strong national lockdown, and in June, we had a sort of summer break. And now, from the end of August, we enter in the second wave that right now, as you can say, is in a really, really, I mean, medium situation. Not so bad like the Northern European countries, but we are really concerned about the situation. More than numbers alone, it's quite important to go deeper on data. So, I would like to present you some data from the weekly report of our National Institute of Health. And it's important to analyze the demographic and epidemiological situation in Italy. In the first figure on the upper left side, you can see the proportion of total cases notified in Italy by each group, since the beginning, but severe health outcomes also occurred in younger course of people. In the second figure on the upper right side, we have the distribution of cases sorted by setting. After the first wave during which Lombardy had to manage a lot of severe cases in the hospital setting. Now, with the increasing efficacy of the 3D strategy, so testing, tracing, and treating, we are more effective in isolating the cases and the contacts using quarantine measures. And as you can see in the figure on the lower left side, the majority of new cases are symptomatic or pouchy symptomatic at the moment. If we look at the figure on the lower right side, the median age of COVID-19 patients, returning higher after a summer break in which the most affected were the young and young adults with asymptomatic or pouchy symptomatic cases, which were the interventions we used to flatten the curve during the first wave. If you look at this timeline on the upper left side, this slide, as I said, we were the first Western country to use and put in place a full lockdown in March of 2020, after a first local measure of containment. And we tried to freeze the spread of the virus. And doing so, we were able to preserve the central and the south part of Italy during the first wave. During the last month, we invest resources to strengthen the primary care setting, for example, hiring new doctors of the Department of Prevention for the content tracing activities and investing on general practitioners to clinically supervise the patients at home with the use of telemedicine in different situations, in particular for a positive patient with chronic conditions. Now, the main challenge we are facing is to face the situation of COVID in every region of Italy. As you can say in the map on the right of this slide, the situation now is completely different. All Italy is impacted by this virus. And the national strategy we are encouraging is based on strengthening and rationalization of testing, the sequencing also related to the situation of the variants, the virus variants, and to strengthen the contact tracing capacity in every region. For example, one of the activities was in October, when the Ministry of Health approved the use of rapid antigenic tests, also both for screening diagnosis, has been extremely important, this decision to allow the screening in different contexts, for example, at work or during the activity at schools, during the schools and then the primary care school. Moreover, this is particularly important. And also to speed up the release of asymptomatic contacts from the quarantine measures. Moreover, since January, we created a new consortium to put together all the capacity of sequencing in order to tackle the challenge of the new variants of concerns. For example, the Stockholm, the Kent or UK variants, the D117, or the South Africa and the Brazilian, the Manaus one. And the Instituto Superior de Sanità, our National Institute of Health, is the national hub of a network of academic and regional research laboratories. At the moment, we are conducting a national service to define the prevalence of SARS-CoV-2 variants in Italy. And the first results are related to a prevalence of roughly 15% of the UK variants, according to the estimates also in French, in Switzerland, in all the countries near the Italian boundaries. And as I said, the main player of this strategy against the pandemic in Italy is the Instituto Superior de Sanità, the technical scientific body of the Italian NHS, that provided several activities during the first and the second waves, data monitoring, data monitoring, risk assessment, response planning for a break, the preparation of different reports and interim guidelines in a strong relationship with the international institutions. And another important news, can I add in this presentation, is the situation related to the vaccination campaign in Italy. At the moment, we inoculated more than 2,500,000 doses of vaccine. We are using the free vaccine allowed here in the European Union. We start our campaign the 27th of December 2020, in accordance with the COVID-19 vaccination days of the European Union. And at the moment, we covered roughly 4% of the population with one dose, and roughly 2% of the population with two doses. So with the complete cycle of immunization. Our plan is based on four different phases. At the moment, we cover all the public health staff held in nursing homes. And we are starting with people that live at home with family over 80 years old, and other vulnerable people characterized by frailty. We are using, as I said, the free vaccine authorized in Europe by the European Medicine Agency. But the quantity are not enough for the standard of the campaign. And we hope to have, at the soonest, more vaccines, also coming from other industries and other countries, to allow the possibility to access the vaccine to all the population at the soonest. That's why I personally hope that also the Gamaleya vaccines, the Sputnik, will be evaluated by the European Medicine Agency at the soonest. Because I saw, as the colleagues previously said, that the last article on Lancet, the results were very, very good. And it's a vaccine that is extremely important also in the use of the primary care setting. And that's the data in comparison of the other countries. But I think that you are aware of the situation. So the point is that we need that we are ready for the vaccination, but we need more vaccines. So that was an attempt to synthesize the situation here in Italy. And thank you again, for your invitation. Thank you very much, Andrea. It was very interesting report. Thank you, Daria. I hope the colleagues and the specialists can also collaborate and find the common mechanism how to work together. We remember, there were some of the ужасные figures and facts of the beginning of the pandemic, and the pandemic, even in February 2020. So, it was very interesting to get information from the first hand. And we are grateful for that these speakers today have been able to bring us their position to us, to tell us about how things are happening in their countries. And in the next wave of the comment. Следующий доклад, уважаемые коллеги, по программе Тестова Вадим Витальевича, представителя научного медицинского центра в физио-пульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава. Вадим Витальевич, заместитель директора по организационно-методической работе. Вадим Витальевич, пожалуйста, Вам слово. Спасибо. Тема моей презентации, моего доклада, это ситуация с COVID-19 среди больных с туберкулезом. Это достаточно специфическая тема. Это достаточно специфическая тема. И она касается проблемы двух инфекций, соответственно, инфекции хронической туберкулез и вирусной инфекцией COVID-19. В своей презентации я бы хотел... В моей презентации сегодня я бы хотелось бы поговорить о том, что COVID-19 в России и о ситуации с туберкулезом в России. И о том, что COVID-19 среди больных с туберкулезом... И о том, что происходит с туберкулезом. ...способствует, либо не способствует развитию COVID-19 у больных с туберкулезом, а также влияют на летальные исходы у пациентов с туберкулезом. Итак, очень коротко. В Российской Федерации всего на сегодняшний день имеется почти 4 миллиона зарегистрированных случаев COVID-19. За последние сутки число новых случаев 15 916 человек умерло 77 тысяч, летальность 1,9 процента, 2 процента фактически. В мире всего заболело 106 миллионов, последние сутки прирост 339 тысяч человек, умерло более 2 миллионов с летальностью 2,2 процента. Ситуация по туберкулезу в Российской Федерации. Этот слайд показывает заболеваемости. Это верхняя часть графика и линия. Это смертность от туберкулеза. Последние 7 лет мы имеем ежегодно значительное снижение числа заболевших туберкулезом и снижение смертности от туберкулеза. Практически вы можете видеть, что когда мы сравниваем заболеваемость и смертность от туберкулеза с максимальных значений начала 2000-х, сейчас у нас более чем в 2 раза, в 2,5 раза снизилась заболеваемость и более чем в 3 раза, 3 с лишним раза смертность от туберкулеза. Это данные глобального отчета ВОЗ. ВОЗ подтверждает, вы видите на графике слева, выраженную, видимую положительную динамику заболеваемости и смертности от туберкулеза. А также, что немаловажно, с прошлого года Всемирная организация здравоохранения подтверждает, что в Российской Федерации выявляемость туберкулеза, case detection rate, фактически приближается к 100%. То есть процент недовыявленного туберкулеза в Российской Федерации на настоящее время по оценкам ВОЗ весьма незначительный. Что мы имеем с ситуацией туберкулез и COVID-19 по этой коинфекции? Наш центр, Федеральный центр фтизиопульмонологии инфекционных заболеваний Минздрава России ответственный за мониторинг за все инфекционные заболевания в нашей стране. Сюда входят как инфекции, инфекционные болезни, ВИЧ и туберкулез. Соответственно, мы проводим мониторинг всех состояний, включая туберкулез ВИЧ-инфекцию и туберкулез COVID-19, в случае туберкулез COVID-19 инфекции. В настоящий момент времени по данным Федерального электронного регистра лиц больных туберкулезом и по данным текущего ежемесячного мониторинга ситуации по субъектам России, мы имеем информацию о 3581 случае заболевания больных туберкулезом COVID-19. Из этого числа 982 пациента имели туберкулез с множественной широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Как видите, это 27,4%. При этом в общей популяции, если брать общую популяцию больных с МЛУ, ШЛУ, туберкулезом среди всех бактерия-выделителей, состоящих под наблюдением, процент больных с МЛУ, ШЛУ составляет 31%. То есть расхождения среди заболевших COVID-19 по этому фактору МЛУ, ШЛУ, туберкулез не выявлены. Так же, как мы не имеем достоверных различий среди заболевших COVID-19, среди больных туберкулезом и ВИЧ-коинфекцией. Соответственно, 25,1% среди всех заболевших COVID-19 и 22,8% в целом среди популяции больных туберкулезом. Так же достоверных различий не обнаружено. Субъектами с наибольшим количеством пациентов туберкулезом и COVID-19 это Москва, Свердловская область, Перский край, Московская область. То есть наиболее крупные российские субъекты. Что, в общем-то, и ожидаемо. Продолжение следует... Правая карта это заболеваемость COVID-19, число заболевших пациентов туберкулезом COVID-19. И вы видите, что географически, в общем-то, достаточно схожая картина. То есть там, где эпидемия COVID-19 более выражена, там, где, в общем-то, имеется значительная популяция больных туберкулезом, там чаще имеется сочетание этих заболеваний, что тоже, в общем-то, ожидаемо. Распределение по возрасту среди больных туберкулезом, взяток на лечение в 2020 году и среди пациентов, которые туберкулезом, которые заболели COVID-19, также не выявило каких-нибудь существенных различий. То есть все группы населения, собственно говоря, вне зависимости имеется у них туберкулез или нет, ковидом поражаются в одинаковой степени. И здесь никаких достоверных различий нет. Распределение по полу возрасту среди больных туберкулезом, пораженных COVID-19 и пациентов с COVID-19 в популяции в целом, в российской популяции в целом, также, в общем-то, аналогично. Вы видите, что 69,5% и 70,8% мужчины и 30% женщины. Здесь мы посмотрели распределение пациентов, заболевших COVID-19 в сопоставлении с распределением туберкулеза по формам заболевания. И общий вывод, который мы можем сделать, мы имеем красным отмечены те показатели, которые имеют достоверность в различиях. Мы видим, что COVID-19 более поражает больных туберкулезом с диссеминированными распространенными процессами, с наличием поликаверноза, то есть это хронические пациенты, с наличием полостей, фиброзных полостей и остропрогрессирующим течением туберкулеза. То есть, в общем, это характеристика более частого поражения COVID-19 пациентов туберкулеза. Это пациенты распространенным прогрессирующим туберкулезом. По сопутствующим заболеваниям мы также не видим значительных различий у больных туберкулезом по сравнению с популяцией в целом. То есть, по существу, в том же проценте случаев заболевали пациенты с сахарным диабетом, с поражениями сердечно-сосудистой системы, с поражением злокачественными поражениями и прочими заболеваниями. Два фактора, которые мы отдельно анализировали, является ли риск наличия лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза фактором риска развития COVID-19. И мы с вами прежде всего видим, что во всех наших анализированных группах процент пациентов с множественной широкой лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза был значительным. В целом, по группе туберкулеза это 35%, среди заболевших больных туберкулезом 33,2%. И, наконец, мы имели очень сложную группу с тяжелым течением, это сочетание туберкулез, ВИЧ и COVID-19, и эта группа составила 34%. Здесь вы видите, что МЛУ туберкулез при сравнении, распространение МЛУ туберкулеза и сочетании его с коинфекцией, по существу МЛУ туберкулез не являлся фактором риска развития COVID-19, так же, как существенных различий не было найдено и вот для группы туберкулез ВИЧ COVID-19. То есть это был тот же процент туберкулез ВИЧ, в таком же проценте случаев заболевал и COVID-19. Какие особенности течения, вернее, организации лечения мы видели у больных туберкулезом с COVID-19? В целом, основной подход был сохранение во время течения COVID-19 режима противотуберкулезной терапии без каких-нибудь изменений. И вот в этом случае вы видите, что в большинстве случаев это удавалось сделать. То есть проводилось лечение параллельно и COVID-19, и туберкулезом. Частичная отмена препаратов потребовалась в 20% случаев во всех группах. И в 3% случаях, к сожалению, противотуберкулезную терапию пришлось отменить. При этом, если мы берем группу туберкулез COVID-19 и ВИЧ-инфекцию, то антиретровирусная терапия была сохранена в 77%. Однако в 23% случаев, это наиболее тяжелые случаи, противовирусную терапию по поводу ВИЧ, антиретровирусную терапию пришлось прекратить. Причины смерти по распределению по летальным исходам. И если взять общую когорту больных COVID-19, то всего умерло 207 человек. Соответственно, по результатам интерпретации причин смерти по утопсиям у всех больных туберкулезом, 43% на оставание утопсии, исход, летального исхода определялся как смерть от COVID-19. В 18,8% случаев превалировала клиника прогрессирования туберкулеза. И, наконец, в 38% случаев на утопсиях выявлялась другая причина смерти, которая, конечно же, была каким-то образом связана с COVID-19, но непосредственно вирусная инфекция не была признана причиной смерти. Прежде всего, тут речь идет о ВИЧ-инфекции и о СПИДе, и о смерти пациентов от СПИД. При дальнейшем анализе нами также рассматривались факторы МЛУ, ШЛУ, туберкулеза, как фактор, приводящий к летальному неблагополучному исходу при течении COVID-19 у пациентов с туберкулезом. И фактор МЛУ, ШЛУ, туберкулеза не имел достоверных различий, как фактор смека летальности у пациентов, больных туберкулезом. Но прошу обратить внимание на третью группу графиков. Это доля умерших с туберкулезом и ВИЧ и COVID-19. Летальность в этой группе составила 43%. Соответственно, здесь были достоверные различия, показывающие, что эта группа сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции являлась достоверным, значимым фактором, приводящим и способствующим летальному исходу. В настоящий период времени нами получена информация о 2801 пациенте, который излечен от COVID-19 и продолжает в настоящее время лечиться по поводу туберкулеза. Это 78,2% выздоровщих пациентов. Продолжают лечение, соответственно, в амбулаторных условиях 168, а в условиях стационара 405 пациентов, всего 573 пациента. И число умерших – это 207 пациентов, 5,8%. И в заключении, буквально очень коротко, наши подходы к противотуберкулезным мероприятиям, к профилактике распространения туберкулеза в условиях пандемии COVID-19. Прежде всего, в настоящее время нами были разработаны и активно используются специальные временные клинические рекомендации по введению туберкулеза в условиях пандемии COVID-19. Основными элементами является расширение профилактических мероприятий, прежде всего, активное обследование контактов с использованием тех методик, которые можно использовать на дому, в том числе, иммунологической диагностики, бактерологической диагностики туберкулеза. Расширение показателей для химиопрофилактики туберкулеза у контактных лиц. И это своевременное проведение и быстрое тестирование на COVID-19 всех больных с туберкулезом, которые имеют изменение клинического течения туберкулеза или изменение привычной для них клинической картины заболевания. Мы активно используем лучевые методы диагностики туберкулеза, широкое применение иммунодиагностики туберкулеза и проведение телемедицинских консультаций, в том числе, консультации врач-пациент с помощью телемедицинских систем для того, чтобы можно было мониторить ситуацию на дому у больного. И в наших субъектах сейчас активно внедряются специальные телемедицинские системы, которые позволяют это сделать. Особенности лечения туберкулеза в условиях пандемии COVID-19 это прежде всего использование, опять же, видео телемедицинских методик для проведения контролируемого лечения больных туберкулезом на дому. То есть, когда медицинский работник по средствам телекоммуникации может контролировать, обеспечить контроль за приемом противотуберкулезных препаратов. Также телемедицинские системы в режиме видеоконсультации на дому могут быть использованы, и это один из, на мой взгляд, выводов нынешней ситуации пандемии. Это телемедицинские системы и телемедицинские консультации. Это эффективный метод контроля за побочными реакциями химиотерапии. Мы также используем достаточно активно видеоконсультации психолога, которые, по нашему мнению, эффективны для больных туберкулезом, особенно в условиях изоляции, самоизоляции. Продолжаются использовать методики социальной поддержки для обеспечения приверженности пациентов к лечению. И, конечно же, учитывая, что группа туберкулез и ВИЧ, она особенно уязвима в плане летальности при развитии COVID-19, это тесная координация врачей и инфекционистов, прежде всего, занимающихся проблемами ВИЧ-инфекции, и специалистов, обеспечивающих лечение от туберкулеза. В плане, прежде всего, организации непрерывной противотуберкулезной терапии и антиретровирусной терапии у больных коинфекцией. Таким образом, на основании данного мониторинга, данных первых наших исследований по проблеме туберкулеза COVID-19, мы видим следующее. Уровень заболеваемости COVID-19 у больных туберкулезом в целом соответствует уровням заболеваемости туберкулеза и уровню поражения COVID-19 в конкретных субъектах. Среди больных туберкулезом доля заболевших COVID-19 выше среди пациентов с распространенными формами туберкулеза и с туберкулезом, имеющим остропрогрессирующее течение. Наличие ВИЧ-инфекции и МВЛУ и ШЛУ возбудителя туберкулеза не является дополнительными факторами риска развития COVID-19, но наличие туберкулеза и ВИЧ-инфекции является фактором риска летального исхода в случае развития COVID-19. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Вадим Витальевич, за интересный доклад. Уважаемые коллеги, теперь мы послушаем датские исследования по разработке национальной вакцины и послушаем непосредственно о том, что же происходит здесь, в Копенгагене, в Дании. И я бы хотел представить нашего докладчика Ирина Бьорна, ассоциативный профессор. Делает она доклад со своими коллегами из госпиталя Беспиберг. Ирина, пожалуйста, вам слово. Да, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья, здравствуйте, участники конференции. I would like to say welcome to this conference for colleagues, for people who is in the conference. My name is Ирина Бьорна, меня зовут Ирина Бьорна, и я буду представлять Данию сегодня. Я прошу разрешить мне экран показать. Экран вы видите, да? Все видят экран. Это, значит, датские исследования по разработке национальной датской вакцины. Я делать буду этот доклад вместе с моими коллегами из госпиталя, который называется Беспепье, и с университетом Орхус. Есть такой город. Прежде всего, я хочу рассказать немного о Дании и статистике ковида в Дании. Значит, Дания – небольшая страна, которая составляет только 5,5 миллионов. Это только треть Москвы. И зараженных у нас, в общем-то, относительно мало. Значит, вы видите на этом графике, как происходила волна, первая волна заражений. Это где-то с марта, 16 марта, после этого был локдаун, в Дании закрылась. И летом у нас практически, мы вышли практически на ноль. Где-то в октябре началась очень большая вторая волна, которая сейчас, так как у нас локдаун до конца февраля, а может быть и больше, значит, вторая волна, вы видите, она сходит на нет, но все же она довольно большая. Значит, Дания – страна, где статистика играет очень большую роль, и мы всех наших, значит, тех, кто живет в Дании, мы всех записываем, чем они болеют и так далее. Вот, и вы видите, что, значит, вот эта волна, летом она практически была сведена на ноль. Мы пытались анализировать, почему же вирус не распространяется так летом. Мы пришли к таким выводам, что это зависит от самого вируса. И вирус таков, что он взаимодействует наибольшим образом с людьми при температуре от 5 до 15 градусов и при влажности где-то 20-30%. Таким образом, если температура пониженная, то, значит, вирус становится не такой активный. Если же температура выше, чем 20 градусов, то тоже у нас, в общем-то, с вирусом взаимодействия гораздо меньше. Значит, Дания – страна, где средняя температура, даже зимой у нас сейчас вот около нуля, ноль минус два, а практически средняя температура у нас где-то как раз от 5 до 15 градусов, которые очень хорошо для этого вируса. Однако влажность в Дании чрезвычайно высокая, и вот эта высокая влажность, конечно, играет свою роль. Если мы посмотрим статистику заболеваний в городах и в провинциях, конечно, видно сразу, что, значит, вот этот верхний график – это города. В городах тоже практически было на ноль, июнь, июль, август, а потом у нас, значит, опять началась вот эта вторая волна. Значит, скученность людей, конечно, играет очень большую роль. Дания – страна небольшая, состоящая из островов, и на островах, конечно, заболеваемость гораздо меньше. Дальше, значит, сколько же пациентов у нас было в больницах? У меня, видите, последний-последний график, у нас практически ежедневно идут эти графики. 27 января у нас где-то было 400 человек. Максимально вот здесь, на пике 30-31 декабря в Дании было в госпитале где-то госпитализировано 800-900, 800-804 человека, по-моему. Летом же практически был ноль. Значит, первый пик был у нас в марте, где было 450, после этого был локдаун, открытие, и вот 800 – это максимально. Теперь, если мы пойдем дальше, это вот данные на 5 февраля. Это вот я взяла за пятницу данные. Значит, у нас было в этот день сделано 119 646 анализов, и, значит, день до того было 147 тысяч анализов, и протестированных было те, которые заражены, 438 человек. Значит, 119 тысяч анализов, 438 было заражено. Значит, день до того, то есть 4 февраля, было 553 человека. В этот день, значит, 5 февраля умерло по Дании 17 человек, 4 февраля умерло 14 человек. Такая вот статистика. Значит, в Дании мы очень сильно смотрим статистику, что же происходит с возрастными группами, и что же происходит с заболеваниями, которые лежат очень близко к ковиду. Очень близко. Так вот, мы выяснили, что, значит, если посмотреть, тут у нас сколько лет людям, то есть это возраст людей, значит, мы видим, что в основном те, те, которые зараженные, это от 70 лет, ну вот где-то от 60 до 69 идет процент большой, и потом 70-79. То есть мы повторяем, опять же, ту же статистику международную о том, что люди, которые уже в возрасте, они болеют, конечно, гораздо чаще, заболевают ковидом. Если мы посмотрим, сколько было протестировано в Дании и сколько умерло всего. Значит, всего с начала пандемии в Дании было протестировано, опять же, я говорю, у нас живет 5,5 миллионов людей в Дании, 14 миллионов человек. То есть где-то некоторые люди были протестированы уже 5-6 раз. Это в основном медицинские работники и те, которые работают непосредственно с пациентами. Значит, из них, из 14 миллионов, было выяснено, что 200 тысяч имеют вирус в крови, и, значит, у нас процент приблизительно такой, как мы говорили по России, где-то 2,2. Идем дальше. Значит, каким же методом в Дании тестируют? В основном используют PRC-метод, который является, конечно же, суперчувствительным методом, но он не количественный, а качественный. То есть можно обнаружить количество вирусов в крови и сказать, что в этом человеке есть вирус, а в другом человеке вируса нет. Но качественно мы практически, количественно не проверяем. Мы проверяем в основном качественно. Идем дальше. Значит, датские исследования показали, и это вот было опубликовано в России где-то в конце октября, что вероятность инфицирования коронавирусом людей из группы крови 0, то есть первой группы, на 13-15% меньше, чем людей с другими группами крови. Это тоже очень интересный коррелятор или маркер. То есть если вы знаете, что у вас первая группа крови, то, в общем-то, это довольно неплохо, потому что на 15% вероятность того, что вы заболеете, есть. И это датское исследование из университета Орхус. Значит, если мы посмотрим на страны и первая группа крови, как она коррелирует с населением, то можно сказать, что в скандинавских странах где-то от 30 до 40% населения имеют первую группу крови. Таким образом, если посмотреть, например, на статистику Норвегии, в Норвегии было только 500, по-моему, к настоящему времени, 520 смертей от ковида. Всего 520. У нас в Дании в 4 раза больше. Но если мы посмотрим в Швеции, в Швеции умерло 20 тысяч человек. Швеция выбрала другую модель. Она выбрала не делать локдаунов, а иметь так называемую общую защиту, то есть государство, то есть не государство, а в стране делается коллективная защита, как бы коллективная система, система безопасности, что, в общем-то, это довольно опасно. И это, конечно, сказалось на их уровне смертности. 20 тысяч человек могли этого, конечно, избежать, если бы сделали локдаун. Значит, если мы посмотрим распределение первой группы крови по странам, то вот тут интересная таблица, которая говорит, что вот в Великобритании 37% населения имеет первую группу крови, в Германии 35%, в Дании то, больше 35%, однако в Германии количество смертей от COVID-а больше, ну, в связи с тем, что больше населения и больше городов, которые, конечно, людей собирают вместе. Теперь, если мы посмотрим количество умерших по Дании, статистику, которая у нас есть, с 2015 года до 2019 года, это очень интересные цифры. Значит, в среднем в Дании умирает в год 52 тысячи человек, 52-53 тысячи. Максимально 2018 год, 2018-й было 55 тысяч. Значит, если мы посмотрим на статистику, от каких же, от чего же умирают люди в Дании, то, конечно, большинство умирают, вот тут вот, видите, номер один, это от сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые и, кроме того, рак. Вот эти два больших пункта, первый, второй, третий, это как раз вот говорят о сердечно-сосудистом и раковых заболеваниях. Довольно много в Дании. Если же мы посмотрим на заболевания, связанные с инфлюенцией, то есть с гриппом и заразными болезнями, то где-то каждый год умирало в Дании 2 тысячи человек от этих заболеваний. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что в настоящее время 2 тысячи человек умерло в прошлом году от COVID-а. Согласно датской статистике, в общем-то, это обычная цифра. И 2 тысячи человек или 1800 чуть-чуть повышение есть, но это незначительное повышение по сравнению с другими заболеваниями, от которых умирают люди. Статистика за 2020 год в Дании еще не подведена. Она, как только она будет подведена, я могу сказать наиболее точно, конечно, но сейчас я не могу сказать точно, значит, сколько же точно умерло от COVID-а и сколько точно умерло от гриппа и других заболеваний. Однако, если мы посмотрим датскую статистику за 2011 года, за 2011, это был год, когда был SARS, значит, мы видим те же самые 52 тысячи умерших. Если посмотреть, сколько же в Дании живет, значит, еще раз я говорю, 5,5 миллионов, где-то 1% умирает в год. Из этого 1% из 52 тысяч умерло от COVID-а где-то 2 тысячи человек. Идем дальше. Значит, теперь история вакцинации. Это для тех людей, которые к нам сегодня присоединились, сегодня День науки, и День науки – это не только общение ученых, а также это общение с людьми, которые хотят узнать получше о тех результатах, которые дает нам наука. Значит, вакцинация началась в истории человечества еще в 1749 году, вот тут написано очень интересный слайд, с того, что были естественные методы вакцинации от оспы. Было выяснено, что доярки, которые доят коров, у них оспы не бывает. И был предложен такой метод, чтобы взять оспинку от коровы, открыть ее, отковырять и втереть в кожу человека. Это была первая натуральная вакцинация живыми организмами, которые попадали в организм людей. вакцины, которые сейчас мы делаем, они очень разные и они конечно не такие, как были в 1760 году. Значит, в настоящем, на настоящий период, в настоящее время в Дании утверждены три вакцины к вакцинации. Это Камирнити, это вакцины, которые делает Pfizer. Вторая вакцина, которая утверждена для вакцинации датского населения, это Moderna. И третья вакцина, которая утверждена для вакцинации датского населения, это AstraZeneca. Значит, все материалы по этим вакцинам датское правительство выложило для населения, не только для того, чтобы они понимали, из чего состоит данная вакцина, а также для того, чтобы показать, какие же еще вещества входят в данную вакцину. К сожалению, датское правительство пока не включило спутник, как было уже сказано нашим французским коллегой, что спутник очень хорошая вакцина, потому что она может храниться при практически температуре в холодильнике, и таким образом она может быть использована более широко, однако она еще не утверждена общим рынком. Если она будет утверждена, то Дани тоже включит в количество наших вакцин. Пока у нас три вакцины. Датское население не может выбрать, какой же вакциной оно будет вакцинироваться. Значит, Модерны, Астазеника или первой вакцины Pfizer. То есть, когда люди приходят на вакцинацию, им предлагают просто вакцину, но не говорят какую. датское правительство не только сделало информацию о том, какие вакцины предлагаются датскому населению, но также оно написало, какая технология в этих вакцинах, что очень важно. Я считаю, что очень важно, чтобы люди, которые делают вакцинацию, они знали, что они делают. Например, первая вакцина это и Модерна, и Кобирнити, это те вакцины, которые так называемые RNA вакцины. И, в общем-то, тут объяснение, что это такое. Значит, если мы посмотрим на такие вакцины, как Оксфордская так называемая вакцина или Астразеника, то это, как известно, это векторная вакцина. Значит, я считаю, что очень важно дать нашему населению тоже информацию, что же такое содержится в вакцине и как она была сделана. Вот, например, что такое RNA или РНК, значит, как это вводится и как данная вакцина создается и как же она повлияет на нашу иммунную систему. Значит, что сейчас происходит с вакцинацией на сегодняшний день? На сегодняшний день было провакцинировано 311 тысяч доз вакцины в Дании. 311 тысяч доз. Еще раз говорю, 5,5 миллионов живет в Дании, только 311 тысяч людей было провакцинировано. Из них, если посмотреть, какими вакцинами было вакцинировано, приблизительно 50 на 50%. Пфайзер где-то 191 тысяч вакцин и Модена только 3 тысячи, но коммитити было 116 тысяч. То есть, значит, Модена еще не так широко применяется, так скажем, в Дании. Значит, если мы посмотрим, сколько же вакцинации добровольная в Дании, в общем-то, это тоже вот в правительстве все это рассматривается вопрос, нужна ли вакцинация принудительная или нужна ли добровольная. Из вакцинированных где-то больше 139 тысяч было женщин и 55 тысяч мужчин. То есть, больше провакцинировано было женщин, чем мужчин. Этот слайд я упущу. и перейду сразу на такой интересный вопрос, как создание датской вакцины. Значит, создание датской вакцины было анонсировано уже 6 мая 2020 года, то есть, буквально через полтора месяца после того, как началась пандемия. И, значит, был создан специальный концерн, который называется «Бавария-Нордик». и они сделали лицензионное соглашение с Адапт-Вак на выработку так называемой датской вакцины. Датская вакцина была протестирована в Орхусе в госпитале и в Биспебьяу в госпитале. Значит, человек, который стоит за этой вакциной, вот он сейчас на экране на вашем, это, значит, его зовут Альберт Ронинг Андерсон и здесь он в этой статье на датском языке он делает сообщение, это было 16 ноября в 10 часов утра, что датская вакцина прошла все тесты и начинается производство датской вакцины. Однако эта вакцина, это было, вот еще раз говорю, 16 ноября, однако эта вакцина еще широко, значит, не сделана в таком количестве, чтобы начать тестирование, то есть не тестирование, а просто уже использование для населения. Значит, вот тут я написала на слайде, как это было сделано, значит, шведско-датский биотехнический консорциум с Bavarian Nordic разработал вакцину, так называемые капсидные вакцины. Основой является вирусная оболочка, которая похожа на ковидную оболочку, который прикреплен молекуле искусственного белка коронавируса. Таким образом, этот комплекс похож на коронавирус, только без ее РНК и с информацией о размножении. Эта вакцина вызывает такой мощный иммунный ответ, что блазма крови, которая была разбавлена в 80 тысяч раз, все равно содержит концентрацию антител, сравнимую с той, которую находят в плазме пациентов, которые перенесли ковид. В общем, вакцина очень промесная, очень, я хочу сказать, хорошая. Один из ведущих ученых, который создавал эту вакцину, его зовут Владислав Сорока, по фамилии вы можете сказать, что он не датчанин, значит, он работает сейчас в Дании около 15 лет, и именно он был в той команде, которая разработала данную вакцину. Значит, что я хочу сказать, будьте здоровы, вакцинируйтесь, если есть какие-то вопросы, задавайте вопросы, а я перейду ко второй части моей лекции, которая называется «Тренировка иммунной системы через вакцинацию в детстве». Это очень короткое только начало презентации, так как в общем-то лекция не была заявлена. Она вместе с Кристиной Стабил-Бен, это очень хороший ученый датский, который в настоящее время работает в Африке, и может быть даже смотрит, я послала ей ссылку, значит, что она в своих исследованиях хочет сказать, что, значит, когда мы прививаем детей в детстве разными прививками, особенно БЦЖ, вот это опять корреляция с тем докладом, который был сделан раньше о туберкулезе, БЦЖ это вакцинация против туберкулеза. Так вот, значит, в Греции, Бельгии, Нидерланды не было сделано, то есть не то, что не было сделано, сейчас это уже не делается, делается в России, но уже, значит, в этих странах данная прививка туберкулезная не делается. Значит, Кристина нашла корреляцию, что если человек был привит значит, БЦЖ, то есть антитуберкулезной прививкой в детстве, то он переносит COVID гораздо легче или в легкой форме, или вообще может содержать в себе значит, вирус COVID, но не болеть. То есть, таким образом наша иммунная система тренируется так хорошо, что она может препятствовать даже вот тем вирусам, которые, страшным вирусам, которые сейчас есть, если была сделана в детстве эта прививка. Значит, вот тут Кристина, она работает значит, и в Серум-институт, это наш институт прививок, и в Орхус-университет, и в настоящее время находится в Африке значит, прививает детей в Африке. Значит, ее исследование на Ютьюбе, вы можете найти ее в Теде, очень интересная лекция, где она показывает корреляцию между прививками, которые сделаны в детстве, а я знаю, что сейчас очень большая резистенция против этих прививок, молодые мамы говорят, что детям не нужно делать прививки, у нее 40 лет статистики, и более 100 тысяч детей, которым сейчас около 40 лет, то есть она делает это уже долгое время, где она показывает корреляцию, какие прививки, если сделать в детстве, они тренируют нашу иммунную систему, и таким образом мы защищены против вируса, и какие прививки, которые тоже делают в детстве, но не защищают нашу иммунную систему. Коррелятором является то, что если прививка сделана из так называемого натурального материала, то есть не ген манифицированного, значит, данные прививка будет защищать. Это, например, ослабленный вирус, ослабленный или мертвый вирус, который вносится в тело человека. Таким образом, значит, этот подход будет защищать наш механизм, нашу иммунную систему как механизм гораздо лучше, чем если делать прививки искусственные. Значит, это несколько контр- такая версия, которую не все воспринимают, и в ВОЗе это, в общем, еще сомневаются, несмотря на то, что ее опыт показывает, что это правильно. Я озвучиваю вместе с ней сейчас этот доклад для того, чтобы, первое, привлечь внимание к этому направлению, и второе, мы ученые, поэтому, если мы обсуждаем, то мы находим истину. Если мы не будем делать эксперименты, истину мы не найдем. Спасибо еще раз за внимание, всем хорошего здоровья, Ирина Бьерна. Спасибо большое, Ирина, за такой развернутый доклад. Следующий доклад у нас Анча Баранова, будущее после пандемии, какое оно? Профессор университета Джорджа Мэйсона, Соединенные Штаты Америки. Пожалуйста, Анча, добрый день, или в Соединенных Штатах это доброе утро, да, мы так понимаем, рада вас приветствовать, вам слово. Да, спасибо большое. Я буду разговаривать просто так, без слайдов. Я надеюсь, что я смогу сразу после выступления ответить на какие-то вопросы. Я сейчас пока кратенько пройдусь по тому, что мы сейчас видим в мире, а именно мы видим, что у нас главным событием вирусологическим является появление новых штаммов коронавируса. Давайте я вам напомню, что у нас есть британский штамм, который вот разошелся уже довольно широко по Европе. По нашим данным в США, я сижу в Соединенных Штатах Америки, у нас был один процент от всех секвенированных вирусов, это британский штамм, это было всего лишь три недели назад, сейчас он уже составляет три с половиной процента. Вот эти три с половиной процента, подъем с одного процента, это на самом деле подъем очень быстрый, он означает распространение штамма. И по прогнозам CDC, хотя кажется, что подъем такой пока всего еще небольшой, мы думаем, что к апрелю он будет у нас мажорным штаммом по США. Вот этот самый британский штамм. У нас есть другие два еще штамма, которые вызывают беспокойство. Один из них это южно-африканский штамм, другой бразильский штамм, поскольку у США страна до настоящего времени продолжает быть очень открытой для перелетов, то есть даже вот с Южной Африкой у нас было снижено авиасообщение, но тем не менее у нас граждане Южной Африки не могут прилететь в США, но если граждане США или же те, у кого есть вид на жительство, хотят прилететь обратно в США, тут совершенно нет никаких проблем. Понятное дело, что вирусу совершенно все равно на ком путешествовать, на гражданине или не на гражданине. Вот в связи с этим, в связи с тем, что эти вирусы к нам уже принесены и бразильские, и южноафриканские, и по всей вероятности будут приноситься еще, мы считаем, конечно, что эти вирусы у нас будут представлять собой какой-то процент заражения, потому что все эти три штамма распространяются больше, чем тот штамм, который у нас был в самом начале. Я напомню, что события вытеснения одного штамма с другим у нас уже наблюдались, что было в апреле-мая прошлого года, когда у нас штамм вытеснил предыдущий штамм. Это был штамм не более опасный, просто по некоторой маркерной мутации мы видели, как у нас происходит замещение. Вот сейчас замещение происходит опять. Разные страны по-разному проводят программу секвенирования образцов коронавируса на их территориях. Есть страны-чемпионы, это Великобритания, прежде всего, что позволило им быстро выявить британский штамм. Другие страны подхватывают эту инициативу скоростного секвенирования штаммов коронавируса в разной степени. Вот Германия сейчас у нас очень сильно в этом смысле продвигается, США не очень сильно продвигаются, туда у нас эпидемиологические обзоры есть, но не до такой степени. Вот те страны, которые делают это в меньшей степени, они имеют меньше шансов зарегистрировать выход какого-то мутантного штамма, естественно. Кроме того, образование штаммов от коронавируса вообще не имеет никаких национальных границ, и вот эти лейблы, ну типа южноафриканский штамм, или бразильский, или британский, они на самом деле ну просто по тому месту, где мы штамм первый раз зарегистрировали. Потому что местами, где образуются штаммы, являются люди, это люди прежде всего с проблемами с иммунной системой, либо находящиеся под длительным лечением с помощью иммуносупрессорных средств, а это средства у нас основные, имеющиеся в нашем распоряжении, те люди, которые болеют долго, они имеют возможность под действием вот этих иммуносупрессорных средств поддерживать коронавирус в своем организме в течение длительного времени. Вот это длительное время, месяц или больше, достаточно для того, чтобы произвести различные мутанты вируса. Если мы к этому добавим еще и способы лечения с помощью таких веществ, как ремсидивир и фавипиравир, которые вносят проблемы в работу вирусной полимеразы, то есть вирус накапливает большое количество мутаций, и именно таким-то образом он и задавливается, то вероятность возникновения мутантов становится намного больше. Вот представьте себе, у вас есть огромное поле врагов, которые на вас нападают, там миллионы врагов, и у вас есть прекрасное оружие, чтобы эти миллионы врагов победить, и вот вы, значит, на голову этим врагам что-то такое сбросили, и все, враги убиты. Но если у вас врагов миллион или больше, то у какого-то врага будет шанс отползти с поля боя. Вот этот самый мутантный коронавирус, это тот, который отполз с поля боя, которого лечили противовирусными средствами. Затем происходит вот что. Мы лечим наших больных с помощью конволюсцентной сыворотки, и также с помощью коктейля антител. Это без сомнения хорошие передовые способы лечения, но именно эти способы лечения производят отбор вирусных частиц, таким образом, что те, которые выбиваются этими антительными средствами, как раз нашим иммунитетом, предыдущим установленным, у того человека, от которого собрали сыворотку, или же на основе чего мы разработали коктейли антител, и остаются только те, которые могут уйти из-под этого контроля. Вот таким-то образом производятся мутантные штаммы. Эти мутантные штаммы происходят всегда, везде, во всех странах, то есть, если какая-то страна думает, что, закрыв границы, она полностью избавит себя от того, что возникнет новый штамм коронавируса, это, конечно, иллюзия, потому что новый штамм коронавируса примерно того же инкубационных сосудов, которые в каждой стране имеются, это люди, болеющие коронавирусом в течение длительного времени. У нас здесь нет вариантов защиты от возникновения новых мутантов. Нам нужны варианты контроля за этими мутантами, причем желательно упреждающего контроля. Что мы здесь имеем? У нас есть ряд вещей. Во-первых, у нас есть сейчас данные от Pfizer, от Moderna, от AstraZeneca и также от Novavax сейчас по нейтрализационной способности антител, выработанных на вакцину по отношению к новым штаммам. Здесь мы видим, что в принципе британский штамм более или менее окей, то есть вакцина против него держит. Возможно, мы упадем чуть-чуть с высоких цифр, у нас у основных производителей 90+, защита против легких или тяжелых любых форм коронавируса. Я напомню, что это не стерилизующий иммунитет, это просто обычный стандартный иммунитет, защищающий нас. вакцинации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 В результате вакцинации, в частности. То есть мы знаем, что у нас интенсивность вакцинации, она меньше, чем нам бы хотелось бы по ряду причин, по логистическим, по вакцинологическим, но также и по причинам, которые просто живут в интернете. И вот нам, соответственно, нужно обязательно сделать так, чтобы мы каким-то образом придумали такую, ну я бы сказала, социальную сеть, но не на интернете, а просто в реальности, которая помогла бы вот этих вот людей, которые сейчас выпали из своей нормальной социальной среды отношений. There is a need to recognize the individuals that were excluded from the social networking due to the death of their industries. Продолжение следует... Я думаю, что у человечества на тарелочке сейчас лежит уже довольно крупный кусочек, который человечество должно как-то по кусочкам проглотить, да, вот этот тортик коронавирусный, и нужно посвятить свои усилия постепенному перевариванию вот этого тортика и использовать этот вызов для того, чтобы мы могли стать лучше, как человечество, да, а вовсе не о том, какие там следующие эпидемии придут, хотя, конечно, разумеется, понятно, что сокращение количества ученых-эпидемиологов и сокращение таких специальных, выделенных специалистов, которые образованы в области инфекций, в том числе новых инфекций, неприемлемо. Я думаю, что у нас медицинские институты сейчас уже будут к этому приспосабливаться и выпускать врачей именно этих специальностей, потому что понятно, что сейчас они будут тренироваться на длинном ковиде и на ковидной эпидемии, и я надеюсь, что... Очень вероятно, что детский системы будут адаптать к этому раму из различных людей, и будут неудобиться потом дополнительным учебникам, которые получают возможность для анализового динамичного происшествия. Я рада ответить ваши вопросы, если у вас есть. Спасибо большое, Анча, за ваш доклад. Спасибо, Анча, за ваш доклад. Вот у нас есть Алевтина Васильевна Эверстова, она главный врач поликлиники номер один центрального поликлинического звена Республика Сахак, город Якутия. Алевтина Васильевна, вы с нами, мы вам хотели бы предоставить слово. Да, да. 17 марта у нас как раз на территории Республики глава Республики ввел режим повышенной готовности. И не только нас, но и весь мир. Начало пандемии COVID-19 заставило по-новому посмотреть на технологические процессы, жизненный цикл медицинской помощи, эффективность первой линии, взаимодействие с населением, работу контакт-центра и передачу информации врач-врач, врач-пациент. Слайд можно, пожалуйста, включить, Аллах? С нами был проведен мониторинг работы и выявлены проблемы, которые требовали технократического решения. И нами была проведена оптимизация технологических процессов поликлиники в период пандемии. И я хочу коротко рассказать о том, что мы сделали на уровне нашей поликлиники. Пока будут включать слайды, я тогда просто на словах скажу, что мы, кроме телемедицинской системы, внедрили у себя в поликлиники свою собственную программу, разработали, которая не потребовала больших материальных вложений. И было достаточно иметь врачу, который работал на выезде, свой смартфон, который мы подключали врачей и уже могли работать в этой системе. Во-первых, у нас это привело к повышению уровня обслуживания на 15% в марте. И в сентябре, когда у нас началась вторая волна, вот эта система показала свою жизнеспособность. Дальше. Здесь, значит, указан уровень звонков в контакт-центр. Вы видите, что у нас было более 100 тысяч звонков в месяц. Учитывая то, что у нас поликлиника обслуживает более 100 тысяч населения, то для нас, конечно, это достаточно большой объем звонков. И, значит, мы разработали, дальше, пожалуйста, мы разработали свою электронную медицинскую программу, которую назвали, коротко, ЭМП. Это в переводе с секутского лекарства, ну и также и на английском, и на русском это переводится как электронная медицинская программа. И, значит, тем самым мы уменьшили поток входящих звонков в контакт-центр. Передача данных пациентов напрямую в врачу выездной бригады мы сделали тоже посредством этой программы через Телеграм-бот. Также это привело к снижению количества входящих звонков на контакт-центр. Возможность онлайн-контроля нагрузки на выездные бригады. То есть, если на одного врача могло быть 20 вызовов, то на другого могло быть 120 вызовов. И, таким образом, мы контролировали и проводили диспетчеризацию вызовов, что, конечно, привело к доступности и своевременности оказания первичной медико-санитарной помощи. Дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь на экране представлен модуль для работы контакт-центра. То есть, это, как я уже сказала, вначале работа контакт-центра, врач-врач-пациент. Here you see how the model of the call center looks like. So, the doctor at the clinic have an access to these models to see the dynamic of the calls. They also developed the communication between the different departments of the clinic and provide more rapid decisions. Now, we used a Telegram bot for that, So, all the doctors had the connection of the smartphones. And we chose Telegram because there is a high security measurement of the personal data. Как я уже говорила ранее, на этом смартфоне врач получает результаты. Про КТ я уже подробно сказала. И также взаимодействие врача и лаборатории по средствам программы. То есть, у нас врач записывает именно по времени забор анализов именно у этого пациента. Медсестра выезжает и производит забор. И, значит, результат ПЦР в течение суток уже приходит конкретно врачу. И врач принимает решение о тактике дальнейшего лечения. Вот здесь на экране показано направление на ПЦР, получение подтверждения направления лаборатории и ответ с результатами анализа врачу. Здесь на экране показан модуль работы программы с лабораторией, где проводится сразу загрузка результатов анализов. То есть, необходимости нет несколько делать телодвижения лишних. И, значит, непосредственно врач получает сразу заключение. И у нас, значит, следующий этап был СМС-оповещение пациента. То есть, пациент получал сразу в течение суток результат своего анализа ПЦР. Эту программу мы запатентовали. В Федеральном агентстве интеллектуальной собственности она получила патент за номерным знаком. И сейчас мы занимаемся как раз распространением этого опыта именно по республике. И хочу поблагодарить всех за внимание. И сказать, что в настоящее время мы сконцентрированы на проведении вакцинации. На сегодняшний момент мы с сентября месяца провакцинировали первой и второй ревакцинацией более 3000 человек в нашей поликлинике. И будем выполнять государственную задачу выполнения вакцинации 60% населения. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Олевкина Васильевна. Очень быстро, четко, учитывая, что ночь, мы вам желаем доброй ночи. А нашему дорогому Юкутску большой привет. Вот смотрим новости, холодно у вас там. Надеюсь, вы держитесь и, так сказать, уже как люди привычные, переживаете эти холода в нормальной, как говорится, обстановке, эмоциональной и физической тоже. Спасибо, крайне интересный доклад. Ну и радует инновации, которые есть, потому что действительно сегодня гаджеты как бы определяют очень многое. И то, что ваше поликлиническое звено и центральная поликлиника номер один обладает такими возможностями не только в центральном регионе Москва, Санкт-Петербурга и в регионах отдаленных от центра, это только вызывает, ну, крайне позитивное восприятие, поскольку мы должны действительно двигаться в ногу со временем. Удачи вам и вашему коллективу. Спасибо за интересный доклад. Уважаемые коллеги, а у нас еще есть доклад, который будет представлен от лица Русской Православной Церкви. Не только ученые изучают проблему ковида, но и Русская Православная Церковь в преодолении последствий пандемии. У нас на связи иеромонах Дмитрий Першин. Он является, кстати говоря, старшим преподавателем кафедры биомедицинской этики, нашего известного второго, раньше мы называли его, все, кто из первого меда, как я выпускник и сам доктор-наук-профессор всю жизнь был завкафедрой до поездки в Копенгаген первого меда. Ну, теперь вот, как говорится, раньше вы были второй мед, теперь Арниму, вы теперь Национальный исследовательский университет имени Пирогова, что крайне мне тоже приятно. Пожалуйста, отец Дмитрий, вам слово. Расскажите, что интересно, вот, ваш взгляд, Русской Православной Церкви на такую социальную проблему сложную. Пожалуйста. День, коллеги. Дело в том, что очень часто встречаются заголовки в новостных лентах, начинающиеся со слов «в Русской Православной Церкви считают что». И далее возникает набор тезисов, которые, в общем, могут иметь место, да, в сознании какого-то человека, себя относящего к Церкви, но при этом совершенно не обязательно отражают официальную позицию Церкви. Поэтому вот голос Церкви – это голос собора, либо голос синоды, либо голос патриарха в перерывах между соборами и синодами. Также большое значение имеет позиция корпорации, скажем, преподавателей духовных академий, философов, богословов, представляющих ведущий научно-образовательный институт Иран. Год назад резкий рост заболеваемости в ситуации пандемии не оставил времени для глубокого богословского анализа тех вызовов, которые эпидемия принесла мир вера. Необходимо было оперативно реагировать, нужна была консолидация всех сил общества, религиозных институтов, государства для профилактики и преодоления последствий COVID-19. Поэтому в этой ситуации Церковь выстроила четкий механизм принятие и реализации решений, часто непопулярных. Ситуация достаточно конфликтная и сейчас в России, мы знаем об этом, не только в России, есть как и диссиденты. Мы понимаем, что религиозная мотивация самая мощная, поэтому чаще всего к ней они и апеллируют. Неважно, это христианское откровение, библейское, да, или, может быть, иные религиозные традиции. И поэтому здесь для задачи, для института церкви, она была более сложной, да, не просто решить проблему профилактики, да, но изменить мотивацию, да, показать, что это путь, который не является путем отказа от веры, а наоборот, это как раз исполнение веры, следование советом врачей и следование, значит, рекомендациям властей. Поэтому можно было бы, да, почему еще важно понимать, что, опять же, поле, адреса от русской церкви православные не только люди, которые приходят в храм и регулярно исповедуются, причащаются. Это могут быть так называемые захожане, которые в храм приходят несколько раз в год, но для которых слово патриарха, слово священника значим. И можно было бы выделить, наверное, три категории, три группы в церковном поле, которые возникают в результате появления вот этой информации об эпидемии, с некоторой, конечно, условностью, можно вот сделать такое развлечение. Значит, первое, это, причем это тоже одна из проблем для церкви, потому что эти группы, они могли прийти к расколу, да, прийти к разрыву, и радикализация определенная происходила, сейчас происходит. Значит, я думаю, что можно вычленить три таких вектора. Первое, это такой, я бы сказал, монофизитский, согласно которому вирус никак не может повредить истинно верующим, такого мировоззрения монофизитского, да, условного, опять же, с некоторой долей условности. Вирус никак не может повредить истинно верующим христианам, ибо Бог истребляет любую инфекцию и не допускает заражения для верующих. А если такое произойдет, то это будет подлинное мученичество за Христа, почему верующим надлежит игнорируя все запреты властей. Опять же, условно можно так сформулировать позицию такой, назвайте, нестарианской, которая говорит о том, что реальность падшего мира исключает любую возможность что-либо исправить или изменить к лучшему. Лучшая стратегия в этой ситуации – полная самоизоляция, отказ от любых форм общественной молитвы и ожидание помощи исключительно от медицинских институтов. Ну и такую взвешенную, может быть, опять же, с некоторой долей условности можно назвать ее «каппадокийской» или путем золотой середины, которая заключается в том, что вера в Бога не требует веры в автоматическое обеззараживание атмосферы в храме, равно как и вера в то, что вирус не может передаваться через предметы, рукопожатие или объятие. Эта позиция говорит о том, что таинство освещает внутренний мир человека, но не дают ему сверхчеловеческих свойств, скажем, пули непробиваемости или устойчивости к ядам или заболеваниям. А с другой стороны, Бог дает человеку разум и благословляет врачей лечить больных, об этом есть много упоминаний в библейских текстах, и научное сообщество, исходя из высшей ценности жизни человека, ну это еще и клятва Гиппократа и многие иные документы об этом говорят, имеющие общечеловеческие значения находят, научное сообщество находит наиболее оптимальные, либо наименее подходящие пути борьбы с эпидемией. Поэтому лучшее из возможного — это сотрудничество с миром науки и поиск форм такого участия верующих в церковной молитве и богослужении, при которых риск заражения COVID-19 минимизирован, а духовянство при этом само подает пример дисциплины и порядка. И вот какие решения, да, вот это вызовы, какие решения были предложены? Достаточно быстро, я бы сказал, это было достаточно оперативно, и это именно русская церковь так отреагировала, вот надо тоже отметить, в мире православия. 23 марта 2020 года распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всей Руси была образована рабочая группа при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Я не буду перечислять состав, там высокопоставленные чиновники, епископы, представители правового управления, синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества. Задача этой группы – координация с государством, координация с научным сообществом, взаимодействие со всей полнотой церкви, и первое, что они сделали, эта рабочая группа стала таким, скажем, голосом церкви в данной ситуации. Значит, первое, что они сделали, они включили все регистры оповещения, то есть они создали телеграм-канал, они вышли на все социальные сети, создали зеркала на всех уровнях медийных, которые были возможны. Второе, избрала предельно спокойный и неэлармистский тон сообщений, вела разговор на понятном самой широкой аудитории языке и усиленно направила на снижение градусов напряженности между различными группами верующих. Отказалась от языка запрет, впрещение, избрала путь поиска понимания и консенсуса. Это очень важно, потому что очень часто церковь ассоциирует с императивами, заповеди, какие-то требования. Группа пошла путем разговора на понятном языке, то есть она обратилась к реальности, с которой мы соприкоснулись, чтобы от этой реальности потом дальше выстроить понимание и уже и заповедей, и императивов. И опять же, это позволит объединить людей, а не разделять их дальше. 26 марта, уже буквально два дня после формирования, группа рекомендует верующим следовать указаниям властей, вместе с тем не отвергает и те, кто не относились к группам риска, все же приходили в храмы. Для тех, кто в силу возраста или следу рекомендациям столичных областных врачей, я цитирую документ, остается дома, были организованы регулярные трансляции богослужений на каналах СПАС, Союз и социальных сетях. Более того, эта практика вышла за пределы России, она сейчас везде, во всех переходах русской, не только русской православной церкви, что опять же позволяло людям участвовать в молитве, но пусть не в личном присутствии в храме, но благодаря средствам информации. Были введены обязательные требования соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, разработаны специальные рекомендации по участию в таинствах, причастию, крещении и венчании. Скажем, в нашем храме все абсолютные священники и миряне были в масках. Те, кому было более 65 лет, мы просили просто не приходить на богослужение весной прошлого года, когда был локдаун, и больным людям тоже. И у нас никто не заболел в нашем храме, за исключением меня, но я просто постоянно ездил, каждый день были службы, и, видимо, где-то был инфицирован, к счастью, легко перенес это заболевание. Но при том, что в Москве были храмы, где заболевших было много. Мы очень рады тому, что у нас нет смерти, нет почти заболевания, очень-очень несколько было случаев, но тоже легко прошло. И я думаю, что это прямой результат вот такой четкой просто работы. В Псковской епархии, а затем в других епархиях, чтобы избежать скопления народа на пасхальном богослужении, были оборудованы прихрамовые территории, чтобы люди могли молиться вне храма, вот не во закрытом помещении на воздухе. Где-то в некоторых храмах стали совершать несколько богослужений подряд, литургии, чтобы распределить верующих по группам, чтобы меньше была концентрация. В некоторых храмах в Москве, где просто нет таких территорий, ну, скажем, московский храм кроется в хохлах, там просто все в дорогах вокруг этого храма, они ввели режим предварительной дистанционной записи через, ну, уже сетевые ресурсы, верующих, пригодящих на богослужение, чтобы не создавать концентрацию большую и не вызывать конфликтов. Люди заранее записываются, выстраивают график посещения, они стали, частота снизилась, конечно, посещения, но зато сохраняется регулярность, что позволяет людям, ну, хотя бы раз в месяц перейти, причаститься, остальное время молиться, благодаря трансляциям, которые тоже в этом храме совершенно замечательные, во многих других храмах были устроены. Был сформирован штат священников, подготовленных к покорблению больных в условиях ковидных больниц со всеми мерами передосторожности, проработан регламент их посещения этих больниц с разрешением руководства в больнице. С другой стороны, патриарх установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на противодействие коронавируса. Вот очень важно понимать, что вот эта рабочая группа, она оказалась, наверное, самым одним из, по крайней мере, самых открытых органов, который доносил всю информацию о ситуации в церкви, в том числе и негативную. То есть не было попытки сказать, что у нас все хорошо, нет. Вот, например, я цитирую документ, в сообщении рабочей группы говорилось о том, что на первых этапах распространения эпидемии коронавируса, цитирую, не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережение врачей и священно-начале. Рабочая группа признала, что в аренских монастырях и некоторых храмах нарушения привели к росту случаев заражения. Далее цитата, в связи с этим, святейший патриарх московский Северуси Кирилл сообщил, особое распоряжение установил ответственность за священнослужителя за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции. В документе говорилось о том, что если из-за несоблюдения распоряжения указания священно-начале произойдет заражение человека коронавирусной инфекцией, с последующей его смертью по причине заражения виновный может быть привлечен к церковному суда, в некоторых случаях церковно-административной ответственности. То есть вот эти вещи тоже были артикулированы. При этом, естественно, на этом ресурсе, на телеграм-канале и на других ресурсах группы, вот эта рабочая группа на сайте Московской Патриархии размещается информация, ее много, о положительном опыте взаимодействия с государством в поле волонтерства и благотворительной помощи. Ну вот одно из сообщений, 21 января, свежих сообщений. Клава Псковской Метрополии, митрополит Псковский Порховский Тихон передал 15 тысяч экспресс-тестов SARS-CoV-2 первому заместителю губернатора Псковской области Емелья. Но я не буду дальше читать, там подробные изложения, какие вот возможности предоставляют эти тесты. 17 декабря 2020 года, 21 года, защитные комбинезоны, респираторы, очки и перчатки, еще одно сообщение, получили священники для служения в зоне заражения коронавирусом. Синодальный отдел по церковной благотворительности направил более трех тысяч наборов средств индивидуальной защиты в 97 епархий на территории России, Беларуси и Киргизии. Да, еще очень важно подчеркнуть, что церковь, она понимает, кто вообще взял на себя основную нагрузку в этой ситуации, это врачи. И отсюда ответная благодарность. Вот 12 января 2021 года митрополит Санкт-Петербургский Элладовский Воросновь вручил патриаршие награды петербургским медработникам, внесшим большой вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции. Дали подробные сообщения и очень много добрых слов врачам адресованных. Я сокращаю. Значит, очень важно, и вот это важный момент, что да, это просто не было времени сделать это сразу в первые месяцы, может быть, в первые недели, когда началась эпидемия. Были другие задачи, нужно было оперативно реагировать, но вот проходит некоторое время, и в ответ на обвинение в модернизме, измене заветом старины, вот эта противовирусная стратегия в церкви и государстве была, она была рассмотрена в свете традиций, то есть было дано богословское осмысление, историческое осмысление. И оказалось, что практически все эти меры, которые сейчас поднимаются на планете, в России в частности, они укоренены в веках и тысячелетиях церковной истории, в которой тоже были моры и поветри, уносившие миллионы жизней. Вот, в частности, 7 января 2021 года, праздник Рождества, патриарх на телеканале, в программе Вести, это телеканал ВГТРК, он сказал довольно горькие, но очень честные и жесткие, и в общем важные слова для всех. К сожалению, говорил патриарх, до сих пор в ГУТУ иногда распространяется такое мнение, будто это где-то там, а я никогда не заболею. А опыт учат нас, в том числе исторический опыт, когда общество способно принимать соответствующие консолидированные противопедемические меры и употреблять необходимые средства, эпидемия останавливается. Так было даже в старину, если взять эпидемию 17 века, началась чума в Москве, которая привела к страшным последствиям. Большое количество священников просто умерли, некому было совершать богослужения, храмы закрылись, более этого невозможно было хоронить людей. На церковных вкладочах было запрещено хоронить тех, кто умер от чумы. Можно себе представить страшную картину, этот ужас, кошмар, через который прошла Москва. Но прошла, сделав соответствующие выводы. Эти выводы не только запечатлелись в памяти босквичей, но, видимо, вошли и в государственную политику. Поэтому то, что сегодня мы принимаем противопедемические меры, говорит Патриарх, которые иногда вызывают смущение, в том числе среди благочестивых людей, это не какая-то новация. Мы следуем в русле наших благочестивых предков. Призывать к тому, чтобы люди боялись, адресует он свои слова вот алармистам, ковид-диссидентам, чтобы возникала паника в связи с распространением этого заболевания, это совершенно неправильный путь. А что следует делать? Конечно, надо воспитывать людей, прививать такой образ мысли, такой образ действий, которые минимизировали бы возможность заразиться. Но и в данном случае, обращаясь к людям верующим, хотел бы сказать, не надо искушать Господа Бога своего, как сказано в заповедях. Некоторые считают, я же верующий человек, я причастился к святых христовых тайн, я пришел в храм с добрыми намерениями, ничего меня не должно смущать, никакая инфекция ко мне не прикоснется. Но ведь точно так же Господь ответил на искушение дьявола, когда тот предложил ему броситься вниз с крыши Иерусалимского храма, чтобы не разбившись доказать свое божество, свою божественную силу. Что Господь ответил? Не искушай Господа Бога своего. Поэтому никогда и никто из искренне верующих людей не может искушать Господа, утверждая, поскольку я верующий, поскольку я подошел в храм, поскольку я приложился к святыне, я точно не заболею. Перетерпеть, переждать этот период времени, когда посещение храма может сопровождаться весьма опасными последствиями для здоровья, это тоже долг христианина. Он должен сохранить себя и для дальнейших добрых дел, и для помощи ближним, и вообще сохранить свою жизнь, потому что забота о жизни есть непременная обязанность каждого человека. Вот почему самоубийство является непрощаемым грехом. Жизнь и здоровье – это дар Божий, и ответственность за этот дар несет сам человек, и так далее. Значит, очень важно еще отметить, что эти решения, которые принимались в процессе в течение месяцев, они были отражены и в решениях Синода Русской Православной Церкви 8 декабря 2020 года, где вот эти тезисы были более лаконично выражены. И еще важно отметить то, я завершаю, что, ну вот я просто, вот буквально один абзац из решения Синода, опять же, важные слова. К сожалению, страшная инфекция коснулась многих священнослужителей. Большое количество наших собратьев, десятки людей, не буду сейчас называть конкретное число, но около ста человек погибли от этой болезни. И когда нам говорят, в том числе некоторые люди, облеченные в священной одежде, что никакой эпидемии не существует, что это вымысел, что все это специально перенесено в нашу жизнь, чтобы ограничить посещение храмов или перемещение людей, то ответом на эту ложь является тяжелейшая правда о наших почивших отцах и братьях. Очень важно подчеркнуть, что вся информация подробная в режиме онлайн о том, кто заболел, сколько умерло, сколько болеет, каких храмов, каких епархий, выкладывается ежедневно практически на этом телеграм-канале и на всех других ресурсах этой рабочей группы. И я думаю, что в этом смысле русская церковь – одна из самых открытых, одно из самых открытых сообществ в России, которая все абсолютно честно дает всю информацию о ситуации, о том, что происходит. Ну и последнее – масштабирование этих решений, принятых в Москве, происходит и за пределами России, в частности, в Казахстане, где я сейчас нахожусь, в Эстонии. Вот, например, решение Синода Эстонской Православной Церкви от 16 декабря 2020 года. Просто перечислю решение. В переходе в храм все должны дезинфицировать руки, для чего в притворе или в левозначенном месте должны быть дозаторы. В храме соблюдать правила наполняемости до 50% и правила 2 плюс 2 во время богослужения и совершения треб. То есть не больше 4 человек должно находиться рядом в притворе, скажем, во время, допустим, крещения. Прихожане, стоящие в храме, должны быть в масках, а также духовенстве, когда находятся в близком контакте с народом, особенно относятся к проведению исповеди. В большинстве храмов все духовенства обязательно в масках всегда, не только в некоторых случаях. Отменить в храмах всеобщее прикладывание к иконам, отменить и ко кресту, и помазанные елеем на утренние, а также при благословении священника имени целовать руку, ограничиваться поклоном. Об этом можно будет выставить и письменные сообщения. После освящения святых дров в чашу вливается кипяток, предписывается при течении мирян проводить бесконтактно. Певчим церковных хоров на клиросе можно находиться без маски, но они должны придерживаться безопасного расстояния друг от друга. В малых переходах и с маленькими храмами рассматривать возможность предварительной записи на службу, если есть вероятность, что иначе люди не смогут находиться на безопасном расстоянии. И так далее. То есть вот эта большая работа, которая была проведена сообществом и ученых, и богословов при участии непосредственно патриарха, она сейчас фактически масштабирована на всю каноническую территорию Русской Православной Церкви. Она охватывает, в общем-то, всю планету, включая даже Антарктиду. Что очень важно подчеркнуть, что язык коммуникации был выбран не такой императивный, еще раз, я хотел на этом сделать акцент в завершении, но это язык понимания, это попытка просто дать людям базовую информацию, ключевые моменты, в том числе и в Писании священном, в том числе и в богословии, показать, что врачи и политики, и церковь, они вместе, мы в одной подводной лодке, мы вместе решаем, вместе с нашими прихожанами, вместе со всеми людьми доброй воли, решаем общую проблему, и только так мы сможем наиболее эффективно и быстро ее решить. Спасибо за внимание. Ну, вот, вкратце. Спасибо, батюшка, за ваш интересный доклад. В здоровом теле здоровый дух, правда? Видимо, это все всегда должно быть сопряжено, и, конечно, крайне отрадно, что Русская Православная Церковь занимает такую тоже социальную позицию, очень социально важную, и не позволяет, так сказать, вот людям действительно как-то на самотек пускать данные процессы, а это, как мы видим из вашего доклада, достаточно жестко регулируется. Спасибо. Николай Николаевич Пименов. Опять возвращаемся к Центру тизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Пожалуйста, заведующий лабораторий. Не слышим, не слышим. Пожалуйста, микрофон надо включить. Вот, да, есть. Здравствуйте, дорогие коллеги, меня слышно? Да, позвольте представить небольшой доклад, посвященный вопросам эпидемиологии COVID-19 в Российской Федерации. И Владимир Петрович в своем докладе уже отметил ряд особенностей, касающиеся того, как развивалась эпидемиологическая ситуация в нашей стране на протяжении последнего года. Он, в частности, отметил, что прошло уже ровно год с того момента, как 31 января было выявлено два первых завозных случая COVID-19 в России. Это были граждане Китайской Народной Республики. И вот со 2 марта мы уже стали регистрировать случаи среди граждан России. Это были, первые случаи были завозные из стран Европы. Но очень быстро ситуация стала ухудшаться. И вот к концу марта мы уже видели 500 зарегистрированных случаев COVID-19 в нашей стране. К 11 июня, когда был зафиксирован пик первой волны COVID-19 в России, мы наблюдали уже более 11,5 тысяч заболевших. После этого ситуация постепенно стабилизировалась, в первую очередь благодаря тем очень жестким карантинным мерам, которые были введены в России, и начиная вот уже с конца марта и до, ну, фактически до конца мая месяца, ситуацию удалось стабилизировать на уровне 8-9,5 тысяч. И весь последующий летний период мы видели такое плавное, но неуклонное снижение. То есть когда в день регистрировалось менее 7 тысяч новых случаев. Но уже буквально с конца августа начался такой достаточно интенсивный и выраженный второй подъем заболеваемости COVID-19, который достиг пика буквально в конце декабря 2020 года, и когда было зарегистрировано почти 30 тысяч случаев в сутки новой коронавирусной инфекции. Ну, с этого года, с января месяца мы видим такое достаточно четкое выраженное уже снижение. И вот сегодня, как Вадим Витальевич уже отметил, было зарегистрировано уже менее 16 тысяч новых случаев, что фактически возвращает нас на уровень на период начала октября 2020 года. То есть мы надеемся, что в последующем этот показатель ежесуточной заболеваемости будет также интенсивно снижаться. И начало массовой вакцинации с 18 января 2021 года нам дает такую уверенность. Ну вот если обобщать все те данные, которые мы имеем по состоянию на сегодняшний день, по итогам эпидемии, вот мы видим, что почти 4 миллиона случаев зарегистрированных, более 77 тысяч умерших и показатель летальности 1,9%, что чуть ниже средней по миру. Если говорить про особенности того, как инфекция и эпидемия распространялась по различным регионам, а их у нас в России 85, то мы видим такое очень сильно выраженное различие в показателях заболеваемости. Здесь можно выделить два наиболее неблагополучных, неблагоприятных регионы. Это Москва и в последнее время это Санкт-Петербург. В Москве зарегистрировано почти четверть всех выявленных в стране случаев. Это более 940 тысяч. В Санкт-Петербурге это более 340 тысяч случаев. Но в то же время есть два региона, в которых фактически на сегодняшний день выявлено менее тысячи случаев в каждом. Это и Ненецкий автономный округ, и Чукотский автономный округ. В первую очередь, конечно же, эти отличия связаны с плотностью населения в этих регионах, но и в то же время с теми мероприятиями, которые проводились на данных территориях. Если говорить про особенности возрастной структуры заболевших в нашей стране, то мы видим, что почти 70% всех выявленных случаев пришлось на людей в возрасте от 30 до 70 лет. В остальных возрастных группах количество заболевших значительно меньше. Если мы посмотрим на то, как менялась ситуация со смертностью в нашей стране, то мы увидим картину, фактически повторяющую ту динамику заболеваемости, которую мы видели, с небольшим смещением по времени. То есть если в первую волну весной 2020 года, в день наиболее неблагополучный, то есть в 29 мая мы видели 232 случая смерти, то в конце декабря 2020 года количество умерших возросло фактически в два раза, и мы уже видели на пике 635 умерших. В последнее время мы видим, что постепенно-постепенно эта динамика идет на спад, и мы также надеемся, что в ближайшем будущем количество умерших в России будет снижаться. На данном слайде представлено то, каким образом распределяется возрастно-половая структура умерших. Вот COVID-19 в России мы видим, что никаких отличий по полу у нас нет, то есть 49 на 51 распределение среди женщин и мужчин, соответственно. А по различным возрастным группам мы видим некоторые особенности. Ну, в частности, если посмотреть на то, как отличается смертность среди мужчин и женщин до 70 лет, то мы увидим, что мужчин умирает достоверно больше, чем женщин. В возрасте старше 70 лет, от 70 до 79, эти отличия практически отсутствуют, то есть разница в 1%. А в группе старше 80 лет мы видим такой четкий, достаточно выраженный крем в сторону женщин. Но, естественно, это связано не с тем, что в данной возрастной группе риск инфицироваться или заболеть выше среди женщин. Это связано с тем, что количество женщин в этой возрастной группе гораздо больше, чем мужчин. И это связано именно с такими демографическими особенностями. Ну вот, в целом, я бы хотел на этом закончить свою презентацию и поблагодарить всех за внимание. Спасибо большое, Николай Николаевич. Ну и сразу вашему коллеге Каминскому Льгору Дмитриевичу предоставим слово, чтобы в продолжении темы. Да, спасибо большое, Артем Александрович. Моя функция – привлечь внимание к общему понятию, то есть эпидемиям и пандемиям. И COVID-19 – это одна из пандемий. Кроме того, есть термин emerging и re-emerging epidemics and pandemics. И, безусловно, к таким вот re-emerging pandemics относятся два заболевания. Это вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекция. И вот моя функция сегодня – осветить основные особенности этих пандемий и способы борьбы с ними. HCV – это настоящая пандемия. Основные страны инфицированы от 1% населения до 2,5% населения. И поражено инфекцией 71 миллион человек. Достаточно сложная система каскада помощи, которая состоит из пяти элементов континуума и семи групп. И самое важное в этих элементах – это, конечно, первое – обследование, тестирование и предотвращение заболевания. Что можно сказать про тестирование? Конечно, подходы к активному выявлению заболевших в последнее время очень сильно изменились. И не исключено, что то, чему мы научились на гепатите, на ВИЧ-инфекцию по активному выявлению, оно, в принципе, и работало в COVID-19. Здесь, безусловно, для выявления, особенно в группах риска, очень большой стимул идет к неинвазивным букальным тестам и одновременному тестированию этими тестами на две инфекции – HCV и HIV. Кроме того, чрезвычайно важным является вот такой проактивный подход к тестированию и планирование. То есть очень важно знать, как оно будет осуществляться выборочно или сплошняком, ковровым методом, да, естественно, все с добровольного согласия, сколько нужно персонала, сколько каждый день будет проведено тестов и ожидается выделить, выявить человек. Группа риска – это тоже общий эпидемиологический подход. И не уходит значимость группы риска и при ВИЧ-инфекции, и при гепатите С – это люди, употребляющие инъекционные наркотики. Причем вот как бы процент пораженности в этой группе, он коррелирует очень точно с контактным числом инфекций или базовой скоростью репродукции R0. И вот пораженность более 80% говорит о том, что от одного потребителя 5 человек заражается. И мы видим, что вот в ряде стран – Мексика, Португалия, Италия, Патистан – именно вот такая особо активная группа передачи при употреблении наркотических средств. Если мы оцениваем популяцию потребителей наркотиков в 10 миллионов человек, то в целом 67 из них инфицированы вирусом гепатита С хронически. Здесь на этом слайде показаны скорости передачи инфекции. В частности, вот именно в группе потребителей они составляют 5,2-42 на 100 человек лет и на порядке ниже при сексуальной трансмиссии. Вот о чем говорил в своем выступлении Вадим Витальевич, имеется определенное потенцирование связи одновременно, если есть, скажем, ВИЧ-инфекция. И вот у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, при одновременном наличии ВИЧ-инфекции, также заболеваемость гепатитом, конечно, повышается. И составляет 0,53 на 100 человек лет. Здесь вы тоже видели, что имеет место и передача, вертикальная передача. И поэтому вот очень важная проблема – это инфицированность педиатрической популяции. Частично высокая инфицированность в ряде стран связана также с мозокамиальной передачей. Вот очень важно, что мы говорим иммерджинг, реиммерджинг, потому что часто забывается, что и HCV, и HIV – это инфекции, у которых, возможно, вспышечное развитие заболеваемости, прежде всего, среди потребителей наркотиков, но и, возможно, среди мужчин, имеющих контакты с мужчинами. Вот здесь показаны страны, где регистрировались такие вспышки. Хотелось бы также напомнить, что минимальный инкубационный период при обоих инфекциях составляет 12 дней, и поэтому действительно возможно очень быстрое развитие и быстрое распространение, несмотря на то, что мы понимаем, что это все и ВИЧ, и HIV, и HCV – это хронические инфекции. Вот здесь вот показана вот эта ситуация, что приобрести вирус гепатита С гораздо проще ВИЧ-инфицированному человеку, чем ВИЧ-отрицательному. Кстати, вот если в День науки говорить о перспективах развития науки, то объяснений этому до сих пор нету. Здесь действительно кроются очень интересные, по-видимому, логические закономерности, заключающиеся в том, что большинство людей, может быть, и имеют контакты, или, так скажем, определенную группу имеют риски, факторы риска, но не заболевают из-за того, что им удается подобить инфекцию, так сказать, в воротах проникновения. А вот наличие ВИЧ-инфекции, конечно, сразу же повышает вот такие риски. Ну и, как переходная к ВИЧ-инфекции, чем посвящена вторая половинка моего выступления, хотелось бы сказать, что, ну, в общем-то, по миллиону смертей в мире ежегодно вносят все три инфекции. Это туберкулез, это ВИЧ и это вирусный гепатит С. Сейчас мы понимаем в эпоху универсального доступа, когда мы имеем возможность лечить всех, то есть всех выявленных, и мы должны лечить всех, всех выявленных, что антиретровирусные препараты для осуществления пожизненного лечения должны быть действительно уникальными, очень удобными, и при этом иметь высокую вирусную подавляющую активность и высокий барьер резистентности. Зонами риска являются Субсахарная Африка, самые большие когорты. Вот там в каждом государстве практически миллионные когорты в Субсахарной Африке и в Южной Америке. Охват антиретровирусной терапии сейчас составляет в среднем мире 68,4% от числа людей, живущих с ВИЧ. Что касается новых случаев, то их 1,7 миллиона в 2019 году. Действительно происходит процесс снижения, но, конечно, не так, как бы хотелось Всемирной Организации Здравоохранения. Вот на 2020 год была показана точка, какие были планы. Но процесс снижения глобально, он, конечно, затягивается. И надо сказать, что новая коронавирусная инфекция, она никак не способствует выявлению или ускорению снижения заболеваемости ВИЧ-инфекции. Наоборот, как все, что связано со скринингом, оно, конечно, в условиях нового коронавируса, оно подвергается риску. Ну вот с точки зрения женских популяций, поскольку здесь еще антиретровирусная терапия является универсальным средством профилактики передачи от матери ребенку, конечно, в этом плане мир преуспел с охватами лучшим. И заболеваемость среди женщин снижается более высокими темпами, чем среди мужчин. Объемы пораженности среди мужчин старшего возраста 25-49 лет составляет 38%. Дальше идут женщины 25-49 лет, 27%. Потом обратите внимание, женщины 15-24, года 20, и женщины 15-24, и мужчины 15-24, 12%. Группы риска не зря называются группами риска, потому что 62% людей именно относятся к этим группам. Но что важно, что это как бы общая когорта, да? И даже в этой общей когорте 38% это люди, не относящиеся к группам риска. То есть ВИЧ-инфекцией может заболеть каждый человек. Обычные люди, никто, как говорится, не застрахован. Очень приятно, что в когортах ВИЧ-инфицированных активно проводится лечение вирусного гепатита С. И в ряде стран вообще 100% застегнуто из лечения гепатита С в когортах ВИЧ-инфицированных. Но вот проблема заключается в том, что, к сожалению, сохраняется риск приобретения в некоторых группах риска, риск приобретения повторных заражений вирусным гепатитом С выше. И вопрос ставится о повторных лечениях. Ну, я уже сказал, что достижение цели 90-90-90 оказалось достаточно сложным. Для того, чтобы как бы усилить процесс, вот развернута эта концепция уже до 4-х. То есть не только 90% сдает свой статус, находится на лечении, неопределяемая вирусная нагрузка, но еще 90% имеют качественную жизнь и не теряют качество жизни. Вот это вот очень важно. И это, ну, пожалуй, сейчас становится ведущим направлением движения. Здесь показаны дефекты наших каскадов из регионов ВОЗ. Восьми в семи, конечно, отмечаются значительные еще перспективы, куда нам следует двигаться. И вот одной из перспектив, явно недооцененных, является основание фаст-стрек городов, где вот эти программы, интервенционные программы выявления, тестирования, мгновенного взятия на лечение должны были промотироваться, помимо медицинской общественности, еще и властями. Наверное, если эти программы были бы внедрены более широко по миру, вот мы бы достигли больших успехов. В целом, с момента выявления ВИЧ-инфекции много произошло событий. Может быть, вот 20-е, 21-е годы пока не принесли ничего нового. Но надо сказать, что и классика, и классические моменты, и их соблюдение, это показало новая коронавирусная инфекция, что очень важно не забывать основных принципов эпидемиологии. Они тоже, это тоже важно. И вот чем одно из направлений работы МИЦФПИ Минздрава России, это именно планирование проведения расчетным методом интервенционных программ для того, чтобы безотносительно, вот как сегодня говорилось, даже при новой, неизвестной и следующей эпидемии можно было рассчитать. И вот расчеты, они проводятся по двум направлениям. Это первое мероприятие, вот оно здесь представлено как дельта. Это именно выявление лечения, да, выявление изоляции лечения заболевших. Сколько мы должны ежедневно выявлять, чтобы кривая заболеваемости пошла вниз. И второе, это лямбда, это все виды профилактики. То есть преп, доконтактное, преп, постэкспожил, постконтактная профилактика. И вакцинация, все это закладывается вот в эти коэффициенты. И расчеты в соответствии с параметрами соответствующих заболеваний, а здесь вот очень важно, это длительность инфицирования, длительность выздоровления, да, вот при гепатите есть спонтанное выздоровление, при ВИЧ нет выздоровления. Длительность, сохранение иммунитета. Поскольку иммунитета нет, значит нет и сохранения. При гепатите С теряется даже вот тот иммунитет, который выработался после клиренса. Вот. И закладывая эти коэффициенты, указывая время интервенционной программы, то есть через сколько в данном городе мы хотим ликвидировать заболеваемость, предприняты вот такие определенные математические усилия с привлечением ведущих математиков, позволили вот аналитически решить эти уравнения и получить формулы для поэтапного планирования ликвидации в целом любой новой эмержентной инфекционной болезни. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Григорий Дмитриевич. Интересный доклад. Коллеги, у нас мы подходим к концу. Осталось буквально пара выступлений. Я бы хотел передать слово Хасаю Алееву, автору методики «Ключ», заслуженный врач Дагестана. Если вы нас слышите, то, пожалуйста, вам слово. Хасай, вы слышите нас? Видимо, отошел. Тогда, пожалуйста, Олег Колпахщиков. Я вижу, здесь находится в эфире. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Меня слышно, да? Да, да. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно быть в такой компании в День науки. Я... Горо, это... Очень приятно, быть здесь, на День науки. Я из Екатеринбурга, в России, из НГО. ...инвалидность, других социально исключенных групп окружения. И сегодня я хотел поговорить тоже про социальные последствия пандемии, но я думаю, что мы будем говорить про позитивные социальные последствия пандемии, которые, да, которым приводят инклюзивные социокультурные мероприятия в гибридном формате. Мы занимаемся тем, что в течение 10 лет проводим проекты, социальные проекты, которые внутри себя включают организацию инклюзивного взаимодействия. Инклюзивное взаимодействие – это взаимодействие представителей различных социальных групп, людей с инвалидностью, людей, преодолевающих зависимость, людей старшего возраста, различные профессиональные социальные группы. И мы поняли, что благодаря ограничениям, такие группы, например, как люди с инвалидностью, благодаря ограничениям и успешной социализации, они развивают все скрытые таланты и способности дополнительные, которые называются extra ability, extra дополнительные ability способности. То есть тот же человек, который с инвалидностью, которым мы принято по-английски называть disability, мы говорим о том, что благодаря ограничениям, но и успешной социализации, инклюзивным взаимодействием развивают все дополнительные таланты и способности и extra ability. Я сам незрячий человек, и для тех, кто плохо видит наши конференции, я опишу себя, человек больших размеров, с короткой прической, с чуть седыми волосами, с бородой, борода тоже чуть седая, небольшая, вот в футболке, нахожусь у себя дома. У незрячих людей, к примеру, развиваются такие способности, как слух, обоняние, осязание, но нам интересны такие софт-компетенции, это память развивается, развивается чувство доверия, развивается такая софт-компетенция, как толерантность к неопределенности, потому что все время мало информации. И мы делаем такие инклюзивные соцпроекты, в которых организован сценарий с инклюзивным взаимодействием, в которых люди с extra ability влияют друг на друга, позволяют развивать друг в друге вот такие скрытые таланты и способности. И в итоге все участники инклюзивных проектов имеют возможность позитивной трансформации своей социальной роли. Один из таких проектов «Поросводуха» — это кругосветная экспедиция на яхте с участием людей с инвалидностью. В 2018 году мы как раз очередную экспедицию делали в Балтийском море совместно с Организацией Россотрудничества, спасибо огромное, и познакомились с нашими датскими коллегами. С начала пандемии мы все вышли в ограничения. Как делать инклюзивное взаимодействие в офлайн-формате, мы знали, умели и отработали эти технологии. И такой большой челлендж, большой вызов для нас был, как мы это все будем делать с использованием онлайна, как в онлайн-формате в условиях ограничений, как мы будем делать через Zoom, через другие средства, мессенджеры, как мы будем делать инклюзивное взаимодействие. Один из первых круглых слов международных показал нам очень интересную проблему, что на самом деле перед современными технологиями, перед IT-сферой, перед искусственным интеллектом практически никто не ставит задач по развитию способностей человека, особенно софт-компетенции. Мы поставили перед собой эту задачу и поставили задачу, как организовать инклюзивное взаимодействие, и создали несколько проектов, в которых, в принципе, мы с этой задачей начали справляться. Один из этих проектов – это инклюзивные экскурсии в гибридном формате, которые проводятся с участием людей с инвалидностью, преодолевающих зависимость других социальных групп из разных уголков мира. И такие экскурсии мультисенсорные направлены тоже на… Их проводят разные социальные группы и направлены на разные социальные группы. Вот. И идея во взаимодействии. Следующий проект, который мы создали, – это инклюзивные управленческие поединки. Это бизнесовая технология была раньше, которую мы применили в социальной сфере и начали отрабатывать решения конфликтов между такими социальными группами, между которыми конфликт, в принципе, невозможен. Вот. Очень интересная у нас получилась программа тоже с инклюзивным взаимодействием. Плюс проект «Паруса духа» нам тоже удалось перевести в гибридный формат. И у нас появилось мероприятие первое в мае месяце, которое называлось «Выход из самоизоляции под парусами духа». В нескольких странах, в нескольких морях люди вышли на лодках, объединились в зуме. И у людей в онлайне, в том числе у людей с инвалидностью, была возможность не просто посмотреть это, а возможность повзаимодействовать и даже управлять яхтами. И все наши изыскания в течение прошлого года, которые для нас стали очень сложными, но очень интересными, они привели к тому, что в конце декабря, совместно с Уральским федеральным университетом, когда мы организовывали очередную конференцию «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры», мы взяли тему конференции, тему формирования инклюзивной культуры в цифровом пространстве и с организаторами, с партнерами, в том числе из Израиля, поставили себе задачу, как нам сделать действительно инклюзивную конференцию, чтобы не про инвалидов, а с участием людей с инвалидностью. Мы отказались от традиционных докладов и поставили задачу всем ученым, презентаторам, чтобы в докладах обязательно было встроено инклюзивное взаимодействие, и тем самым мы создали новые стандарты инклюзивных научно-практических конференций. И следующая конференция у нас пройдет в июне месяце в Израиле в колледже Дэвида Елина уже по новым стандартам. И в этом году у нас продолжаются все те проекты, которые мы начали. Мы думаем, что с коллегами мы создадим и другие проекты, которые в гибридном формате будут позволять людям развивать свои скрытые таланты, скрытые и нескрытые таланты и способности. И, пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников принимать участие в наших мероприятиях, а также совместно мы можем создавать мероприятия, которые, во-первых, могут проходить через все ограничения, потому что гибридный формат предполагает то, что сколько мы можем делать в оффлайне, мы делаем в оффлайне, остальное мы переносим в онлайн, тем самым проходя все ограничения. Ну и плюс, конечно, у нас появилась масса других бенефитов от таких проектов. Мы можем делать реальные международные проекты гораздо быстрее, с меньшими бюджетами, и мы можем включать тех людей, которые с очень большими проблемами с перемещениями, по состоянию здоровья, по финансовым вопросам. Поэтому работы у нас полно, работа очень интересная. Всех приглашаю в инклюзивные социальные, социокультурные мероприятия в гибридном формате, и если у вас какие-то подобные вещи есть, которые направлены на развитие человеческого потенциала, приглашайте обязательно нас. Мы с удовольствием в них примем участие. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег. Я вижу, доктор Хасай к нам присоединился, заслуженный врач Дагестана. Пожалуйста, вам слово. Да, еще лауреат премьеринского комсомола Армении. Ну, это само собой, пожалуйста. Да, это говорит о том, что я стараюсь, чтобы сократились войны и кризисы на планете. И вот именно сейчас, предыдущий, говорил коллега о том, что надо всем объединяться. Я представляю вам школу «Человек будущего», где как раз-таки совместными усилиями создается наука человечности, потому что мы слушали нашего уважаемого отца Дмитрия, это религиозные подходы. Но сегодня современный век, и нужен единый общий язык, научный тоже. Создается это на основе метода саморегуляции «Ключ», который был утвержден еще в 87-м году Минздравом СССР. И не случайно академик Чучалин, который занимается, как вы знаете, вирусом сейчас, он мне говорит, напиши предложение министру здравоохранения, потому что он знает мою историю, я был директором Центра защиты от средств, созданного мною совместно с учредителями здравоохранения России, МЧС России, именно образования России. Именно готовили мы психологов МЧС России, именно мы готовили всех специалистов МВД России, силовых структур, готовили, значит, военный персонал подъема атомахода «Курска», потом я был в Нижегородской области, когда были пожары, это очень важно, что я говорю, потому что там дым такой стоял, что люди были в масках. А потом мы готовили «Марс-500», а «Марс-500» там тоже, это же карантин на целый год. Это карантин, изоляция, и вот эти вот маски, изоляция, вот это все взаимосвязано, потому что метод саморегуляции «Ключ» как раз-таки был утвержден Министерством СССР, именно для снижения стрессовости и утомляемости работающего человека, профилактики психосоматических заболеваний, повышения его творческой работоспособности, и как раз-таки для экстремальных ситуаций. Вот как раз-таки этот момент сейчас очевиден, и очевидно сегодня все ведущие ученые говорят о том, что как сильно коррелировано иммунитет с психологической устойчивостью человека, и поэтому я делюсь с вами опытом, с удовольствием приглашаю нашу школу «Человек будущего», это значит находится у нас на YouTube-канале, касаемых методов «Ключ». Но я хочу сказать главное. Главное заключается в том, что оказывается человек инстинктивно, инстинктивно всегда защищается от стресса, но поскольку он не образован в некоторых знаниях, вот эти вот рефлекторные его реакции, которые он выдает в ответ на стресс, он блокирует. Ну, например, на морозе он дрожит, перед экзаменом он дрожит, нервная дрожь, перед соревнованием он дрожит, много чего он делает такого инстинктивного, но он не знает о том, что если он просто подрожит и когда даст волю подражать, он быстрее приходит в себя. То есть его гомеостаз так работает, выработанный миллионами лет эволюции, что в нем вся аптека есть. И вот именно потому, что метод «Ключ» основан на использовании инстинктивных реакций, защитных реакций человека. С объяснением человека, когда их гасить, когда не гасить, когда замереть, оцепенеть или беги, то есть инстинкты самосохранения, как переводить энергию напряжения стресса в созидательное творческое состояние и развивать себе человеческие качества, потому что человек по природе творец, и как открыть себе человека. И оказалось, что развитие человеческих качеств очень сильно связано не только с эффективностью деятельности человека, с его полезностью во всех областях в мире жизни, но и для иммунитета. Вот это очень важно. Поэтому, если мы все будем объединяться, вместе создавать эту науку человечности и вместе получать эту методику, эти инструменты, они открыты, они открыты. Эти методики открыты, они доступны каждому, потому что там есть интересная деталь, очень важная. Сейчас в массовом обучении, в массовом обучении, там впервые даются критерии для индивидуального подбора приемов, синхронных каждому человеку индивидуально. Это вот даже в учебнике по физкультуре профессора Матвеева для 10-11 классов синхрогимнастика по методу Ключ. Да, скоро это, уже два года в учебнике, но пока это пройдет, пока все эти преподаватели научатся, пока будут транслировать и так далее. Вот сейчас, как говорится, когда есть пуля, когда есть угрозы, то нужна броня. И вот эта броня, как всем известно, это иммунитет. Это иммунитет. И это связано с устойчивостью. Вот поэтому я вас и приглашаю ознакомиться с этим. Я вас всех обнимаю, буду очень коротко. И поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое, Хосе Магомедович. Очень приятно увидеть вас и послушать. Уважаемые коллеги, если кто-то хочет в плане дискуссии выступить, пожалуйста. Я бы хотел со своей стороны отметить, что любая ваша информация, ваша презентация, если вы хотите представить или с кем-то наладить контакты из выступающих участников, как российских, так и иностранных, вы можете на почту электронную нашего центра, Российский Центр науки и культуры в Копенгагене. Мои коллеги переведут все ваши пожелания и предложения по сотрудничеству до французов, итальянцев, американской стороны. То есть, если есть такое желание, мы всегда в этом плане открыты и готовы быть посредниками. Здесь, в общем-то, как бы персонал поможет нам это осуществить. Что касается дискуссии, то, пожалуйста, любые вопросы. У нас открытое пространство. Если дискуссии нет, то мы уже сколько? Три с половиной часа. В Москве уже 19.30. Мы еще пока только так заканчиваем работу. То у нас 17.30, а москвичи уже, конечно, задержались. Ну, а уж другие регионы, я вообще уже не буду говорить, там он бедную нашу девушку из Якутии разбудили час ночи, так что, ну, что делать? Я вам, позвольте, скажу спасибо. И позвольте, я еще скажу, что как раз-таки предыдущий коллега говорил о развитии творческих качеств, о развитии личности. Как раз-таки мы в школе «Человек будущего» этим и занимаемся. Превращаем энергию стресса в созидательные способности. Я, например, сам на личном примере и рисую, и вас научу, и всех. И вам огромное спасибо. Я вижу, что серьезная конференция. Вас контакты позволяете сделать. Сегодня самое главное – это объединение. Все остальное у нас есть. Главное – контакты. Обнимаю вас. Всего доброго. Здоровья. Спасибо большое. Дорогие друзья, всех хочу поблагодарить. Наш, прежде всего, научный медицинский центр в тизиопульмонологии инфекционных болезней Минздрава. Нам очень приятно, что нас министерство поддерживает. И ваш институт все доклады свои представил, как всегда, на высшем уровне. Благодарим вашего директора, госпожу Васильеву. Всех вас, уважаемые коллеги. И отец Дмитрий, который представил нам тоже взгляд с другой стороны, скажем так, социальной проблемы со стороны духовной, русской православной церкви. Вижу, что многие уже попрощались. И Оливье ушел, и Филипп, и многие коллеги итальянские друзья. Но, тем не менее, они очень открыты. Я знаю, что Филипп попросил и итальянский вице-президент Ассоциации медработников. У них, представляете, после нас встреча в своих правительствах. Филипп поехал в Елисейский дворец к Макрону, поскольку он возглавляет во Франции, скажу по секрету, вот эту программу вакцинации. Компания Абивакс является разработчиком. Это очень статусное лицо во Франции, если говорить с точки зрения восприятия личности. А молодой наш специалист, уже будучи Андреа вице-президентом Ассоциации, он постоянно находится в Сенате Италии и там продвигает ряд инициатив законодательных через парламент Италии для того, чтобы их медицинская служба работала более эффективно. Но вот удалось за счет моих партнеров и коллег тоже их как бы на какой-то отрезок времени включить к нам. Это крайне приятно и интересно, поскольку мы здесь все объединены одной целью. Это победить эту пандемию. Я уверен, что скоро уже выйдет. В частности, сам общаюсь с руководителем Датского агентства по лекарственным средствам. Это национальная датская система регистрации. В общем-то, все готово к регистрации спутника. Если ЕМИ, Европейская ассоциация, агентство медицинское зарегистрирует по Европейскому Союзу, датчане готовы автоматически быть, так сказать, в этой команде европейской большой. И, в общем-то, не за горами те времена. Скорее всего, март месяц у нас мы ожидаем, ЕМИ примет спутник ВИ. Соответственно, потом будем здесь в Дании продвигать более активную, так сказать, работу датчан, чтобы они хоть и северные люди, но побыстрее все-таки как-то запрягали. И мы могли тоже, так сказать, видеть в разных странах наш спутник, поскольку это действительно блестящая разработка, менее токсичная, как показывает практика, по отношению к другим вакцинам, используемым сегодня на рынке и, в общем-то, спасающим ситуацию в значительной степени. Поэтому мы здесь, в общем-то, как бы в едином порыве, благодарим наших американских коллег, которые тоже представили свои уже наработки. Будем двигаться вперед, чтобы к 22-му году, друзья мои, ну хотя бы как-то полетать уже люди, хотят как-то перемещаться. На Мальдивы, правда, кто может так летает, ну а есть деловые поездки. Очень тяжело. Дания закрыта, Германия закрыта, Франция закрыта. У нас карантин, я думаю, до апреля продлится. Не работают магазины, не работает ничего, кроме продуктовой базы и аптечной. Все остальное абсолютно закрыто. Копенгаген абсолютно вымер. Это, конечно, не может нас радовать с точки зрения социализации, с точки зрения общения, ни кафе, ни ресторанов. Ничего нет. В январе был в Москве, все работает, все блестяще. Ну на праздники, по крайней мере. Сейчас смотрю, что в Копенгагене. И каждую неделю премьер-министр Дании объявляет о том, что нецелесообразно открывать ни границы, аэропорт закрыт Копенгагена. И мы ждем, конечно, каких-то послаблений от этих рестрикций, но пока ничто нам не светит. Но, тем не менее, каждая страна по-своему выбирает механизмы борьбы. И тут уж как бы право за правительством той страны, которая регулирует эти процессы. Будем на связи, будем вместе, всегда к вашим услугам. Спасибо за ваш труд, за ваше сегодняшнее время. Ну и мы, пожалуйста, всегда рады вас видеть вновь и вновь. Спасибо, всем хорошего дня, настроения, остатка дня и будущей недели. Всего доброго. До свидания.